Отлично. И давайте обратим внимание на полетную программу из Екатеринбурга. Мы начинаем летать с 23 октября. Вылеты у нас запланированы до 20 апреля. Один рейс один раз в 11 дней будет выполняться. То есть получается полетная программа, условно говоря, это три рейса в месяц. Летим на Boeing 3,7-200. Здравствуйте. Хочу сразу вас предупредить, вебинар у нас очень большой по информации, поэтому настраивайтесь минимум полтора часа, думаю, и все два, может быть, придется нам с вами сегодня поработать. Расскажу вам об особенностях Пхукета, о ближайших Пхукету, островах, которые можно посетить в рамках экскурсии, о достопримечательностях, об интересных местах. Поговорим обо всех основных пляжах острова, ну и, естественно, будем уйти так, как пляж-отели. Давайте будем начинать. Итак, Пхукет является центром одноименной провинции Таиланда. Помимо Пхукета в эту провинцию входят еще 39 островов. Берега омываются Андаманским морем Индийского океана. Островная территория Пхукета вытянута с севера на юг на 50 километров, в то время как максимальная ширина – это около 20 километров. Географическое расположение Пхукета достаточно серьезно повлияло на его этнический состав. В отличие от большинства мест королевства Таиланд, где буддизм исповедует 80-90% населения, на Пхукете более трети коренных жителей исповедуют ислам, поэтому мечети на острове едва ли не больше, чем буддистских храмов. И часто прогуливаясь по Пхукету вы можете видеть женщин в хиджабах, в никабах, поэтому не удивляйтесь. Мусульманскими районами считается Камалая-Сурин, большая часть мечети сосредоточена именно там, поэтому, если вы будете проживать в этих районах, так или иначе, вы периодически будете слышать призывы на молитву. Китайская диаспора, она здесь является второй по численности. Русская диаспора, да, она тоже увеличивается, с каждым годом становится все обширнее. И несколько лет назад здесь был построен даже православный храм. В настоящее время Пхукет соединен с материком мостами. Общая протяженность 500 километров, железнодорожного сообщения с материком здесь нет. Наверняка вы знаете, Пхукет это то направление, которое может предложить огромное количество вариантов отдыха в зависимости от того, с какой целью вы сюда приехали. Это и релакс, это и семейный отдых с детками, и вплоть до прям таких пикантных развлечений. Поехали дальше. Расчеты здесь осуществляются исключительно в местной валюте. Административным центром является Пхукеттаун. Этот город был основан в 1785 году. Население острова около 400 тысяч жителей, в то время как население Таиланда в целом около 70 миллионов человек. Время полета из Екатеринбурга около 9 часов. На 2 часа время в Таиланде опережает наше уральское время. Курс баток рублю на момент записи этого вебинара, это 1 бат равняется 2 рублям 80 копейкам. То есть мы можем говорить о том, что курс здесь 1 к 3. Гражданам Российской Федерации виза не нужна, если срок пребывания в Таиланде не будет превышать 30 дней. Немножко давайте кратко очень поговорим про историю, хотя история у этого острова в целом, как и у всего королевства, очень обширная. Первыми поселенцами здесь стали потомки морских цыган, которым и по сей день удалось сохранить и свою культуру, и свои обычаи, и свои религии. Но как в Паттайе, на Пхукете курортная индустрия зародилась благодаря американским военам. Свободные от времени службы, они отдыхали на пляжах Таиланда, путешествовали по стране. И вот по этим проложенным военными маршрутами сюда устремились первые туристы сначала из США и из Европы. Сарафанное радио, в принципе, быстро разнесло информацию о этом райском месте, собственно, которым является Пхукет. К тому же, где за очень даже небольшие суммы девушки готовы проводить с гостями совместный досуг. Наплыв отдыхающих, в общем-то, обусловил создание здесь хорошей туристической инфраструктуры. Один за другим здесь строились отели абсолютно разных мировых цепочек и категорий, виллы, гольф-поля, открывались рестораны, кафе, увеселительные заведения, пабы и так далее. Таким образом, Пхукет превратился в направление, так скажем, туризма мирового именно значения. Из середины 1990-х сюда хлынул уже туристический поток из России, причем, конечно, Пхукет популярен он не только у пакетных туристов, но также у самостоятельных туристов и так называемых зимовщиков. Поговорим с вами о климате на этом острове. Климат на Пхукете характеризуется как субэкваториальный. Здесь очень четкое разделение годового цикла на влажный и сухой сезонный. Они примерно одинаковые по продолжительности. Особенностью климатических условий заключается в том, что здесь резко увеличивается количество осадков в летний период и практически полностью отсутствуют осадки в зимний период. Ветер на Пхукете меняет направление два раза в год, дождевые облака с моря приносит с мая по октябрь, в то время как сухие воздушные массы с материковой части здесь приходят с ноября и по апрель. Осадки распределяются абсолютно неравномерно, так скажем, в мокрый сезон. То есть самые дождливые месяцы – это май и это сентябрь. Но в любом случае лето на острове царит круглый год, разница между дневными и ночными температурами невелика. Днем – это плюс 30, ночью термометр может опускаться до плюс 20, температура воздуха достигает 28 градусов, а иной раз и превышает этот показатель. Так называемый летний сезон дождей, вот этот летний период, собственно, он не является каким-то синонимом непогоды. Полноценно отдохнуть можно и в это время года. Затяжные ливни – это большая редкость. Обычно льет уверенно, так скажем, как из ведра, несколько раз в сутки, но совсем недолго. Буквально после прошедшего ливня через час тучи рассеиваются, снова светит солнце, лужи быстро испаряются. Но в любом случае не стоит забывать о том, что облачность никак не спасает от солнечных ожогов, поэтому даже когда на небе тучи, обязательно использование солнцезащитного крема с самой высокой степенью защиты. Так, давайте немножко вам расскажу об опасностях, которые здесь могут подстерегать, особенно в летний период. Смотрите, самые большие опасности на воде представляют собой отбойные так называемые риповые течения. В любых местах, пляжах, около самого берега во время прилива возникают такие быстренькие своего рода – это коридоры, по которым поток воды с огромной скоростью, с огромной силой устремляется обратно в море. И этот поток может подхватить не только человека, который плавает, но даже человека, который стоит на мелководье. Поэтому я вот специально вставила сюда фотографию про рипы. Если вы видите такую табличку на пляже, то в воду лучше не заходить. Спасательные вышки, безусловно, на пляжах есть, но тайцы, прямо скажем, это не самый расторопный народ. Если говорить о высоком сезоне, повторюсь, череда сухих месяцев на Пхукете продолжается с ноября и по март, а то и по середину апреля. Погода на Пхукете становится, прямо скажем, идеальной именно для пляжного отдыха. Вероятность дождей и пасмоглубней практически минимальна. На море устанавливается штиль, дует такой приятный освежающий бриз. Акватория становится безопасной для купаниях и, в общем-то, в тихих бухтах в это время очень удобно и безопасно можно отдыхать семьям с детьми. Но в этот период увеличиваются цены, собственно, на проживание, на другие туристические услуги в два, то и в три раза. Естественно, пик приходится на новогодние праздники и на католическое Рождество. Метеорологические сводки в этот период проверять не имеют никакого смысла, будет плюс 30, температура воды будет ниже буквально на 1-2 градуса. Нужно иметь в виду, что темнеет на острове достаточно рано, сумерки начинают сгущаться после 5 часов вечера, и буквально в течение часа остров полностью погружается во тьму. Интересный факт, что в южном полушарии совсем другая картина звездного неба, и даже Луна, которая у нас, получается, мы ее видим вертикально, здесь она имеет горизонтальный вид, поэтому в зависимости от фазы Луны можно наблюдать интересное явление, когда смайлик с грустного становится веселым. Такой вот интересный факт. Море на пляже Карен волнительное, и в сезон... Нет, в сезон на Карене может быть волна. Я расскажу обязательно, Наталья, об особенностях. Есть определенная особенность по Карену. Там, даже если когда штиль, волна приходит, она небольшая, небольшой силы, но тем не менее каждые 5-7 минут эта волна накатывает. Потом опять устанавливается штиль. Это происходит даже в сухой период, в зимний. Так, поехали дальше. Если вы не были на Пхукете, но были в Бангкоке или, например, в Паттайе, то когда на Пхукет вы приедете, вас, скорее всего, удивят не совсем адекватные цены на такси и на тук-туке. Здесь цены значительно выше. Вдоль побережья общественный транспорт не ходит, исключением является лишь отрезок между пляжами Карен и Ката. Самый демократичный способ передвижения на Пхукете – это Санктео. Санктео – это такой гибрид автобуса и грузовичка по Пхукеттауну. Они ходят розового цвета, и на пляже и обратно – это Санктео синего цвета. Маршрут следования вы можете видеть сбоку и на лобовом стекле. Все продублированы пункты назначения на английском языке, но Санктео едут очень медленно, часто делая остановки по пути. Сесть и выйти можно абсолютно в любом месте. Стоимость проезда по городу – это 20 бат, за городской чертой – от 30 до 50 бат. Следует также отметить, что Санктео передвигаются только в светлое время суток. Если говорить об автобусах, автобусное сообщение налажено только между аэропортом и популярными пляжными локациями. Еще один вид транспорта – это тук-туки, это фургончики для перевозки людей, туда вмещается 6 человек. Но ценник на такой вид транспорта нельзя назвать бюджетным. Например, из Патонга до Карана или Камалы придется выложить 300-400 бат, переводите опять же на рубли, до пляжа Ката – 400-500, до Пхукеттауна – 500. Торговаться бесполезно, не тронется с места тук-туки, если сумма будет меньше 300 бат. Даже не стоит его уговаривать. Но вот, например, мотобайк-такси – более бюджетный способ передвижения и позволяет быстро оказаться в нужной точке, минуя все основные пробки. Сумму за поездку могут вам, в принципе, озвучивать любую, поэтому рекомендую ввести торг. Торг мы в Таиланде ведем с помощью калькулятора, допустим, на телефоне. А мото-таксисты в целом более сговорчивые. И даже за 100-200 бат они могут подвезти двоих людей, допустим, с сумками или с рюкзаками. Но это сумма в пределах одного района. Что касается такси. Таксисты Пхукета, они не включают счетчики и потребовать могут 500 бат, 1000 бат. Причем в большинстве случаев протяженность пути не играет никакого значения. Вы можете взять в аренду транспорт. В основном здесь в аренду берут скутера, мотороллеры, мотоциклы. Они в большом количестве на Пхукете есть, абсолютно разных модификаций. Ценник от 150 бат в сутки, если вы берете на неделю, это будет 100 бат, если на месяц, это будет 2000 бат. Но будьте готовы, пожалуйста, к хаотичному движению, к повсеместному пренебрежению правилами дорожного движения. И имейте в виду, что в случае ДТП иностранец по-любому будет неправ, даже если на самом деле он будет прав. И страховая компания при серьезном ДТП не оплатит лечение ни водителю, ни пассажиру, если в страховку не включен пункт спорт и активный отдых. Имейте в виду, за вождение состояния алкогольного опьянения, либо штраф, либо один год тюремного заключения, допустимая доза алкоголя – это 0,5 промилле. Это либо стопка крепкого алкогольного напитка, маленькая бутылочка пива, либо бокал вина. Но это для мужчин такого плотного телосложения, поэтому если вы девушка, килограмм 40, то дозу эту необходимо снизить вдвое. Арендовать автомобиль можно. Цена вопроса от 70 бат в сутки. Смотрите, если вы будете покупать экскурсии, например, у туроператора, у отельного гида, либо в какой-то местной туристической организации, в туристическом агентстве, в экскурсии обычно входит трансфер до нужного места, поэтому зачастую именно на Пхукете путешествовать вот так организованно более выгодно, чем путешествовать по острову самостоятельно, если вы не арендовали никакой вид транспорта. Что касается аренды велосипедов, велопрокатных контор на Пхукете крайне мало, и удовольствие то еще. То есть горный рельеф местности, отсутствие велодорожек и зной, в общем-то, все это вкуп и превращает велопрогулку в серьезное испытание. А цены на велосипеде, в принципе, такие же, как на мотобайке. Если говорить о водном транспорте, то на восточном побережье Пхукета, в бухте Чалонг, там как раз-таки сосредоточены основные пристани, откуда отправляются паромы, моторные лодки, яхты, катеран, практически на любом популярном пляже можно арендовать лонгтейл. Это тайская лодка длиннохвостка, вы по-любому все видели, вместимостью 8-10 человек, и поплавать. Но имейте в виду, пожалуйста, что путешествовать водным путем опасно в сезон дождей, в летний период. Поэтому, если вы хотите отправиться на острова Бонда, на Пхипхи, на Рачу и так далее, в этом случае выбирайте как основное средство передвижения паромы. Я вас не хочу сегодня пугать, вообще у меня было много страшных историй на сегодняшний вебинар заготовлено, но чтобы его сократить, запугивать я вас сегодня не буду. Переходим к городам острова. Основных города три. Это Пхукетаун, Патонг и Чалонг. Давайте начнем с Пхукетауна. Многие пренебрегают посещением этого города, и очень зря. Это очень красивый, красочный город, и это главный город острова. Архитектура старых кварталов, посмотрите, она потрясающая. Это симбиоз двух стилей, китайского и португальских традиций, и такой стиль принято называть синопортугез. Поэтому обязательно рекомендуйте вашим туристам посетить Пхукетаун. На минуточку, это едва ли не единственное место в Таиланде, где вот эти вот черные кабели спрятаны, либо убраны. Вот здесь на фотографии вы можете видеть, они не висят и не портят картину. А еще прогулка по улицам Пхукетауна будет, безусловно, интересна для тех, кто любит стрит-арт. Здесь многие стены домов расписаны граффити, причем это был целый проект, и участие в этом проекте принимало большое количество художников буквально со всего мира. Следующий город – это Патонг. Запоминайте, пожалуйста, информацию, я ее не буду дублировать, когда мы с вами уже перейдем к пляжам, потому что Патонг – это не только город, но это и одноименный пляж. Это второй по размерам и первый по значимости однозначно у туристов город, который вот расположен около одноименного пляжа. Здесь располагается Банглород, это аналог Волкин-стрит на Паттайе. Здесь сосредоточены все увеселительные заведения, там интимные услуги предлагают девушки, юноши, трансвеститы, зазывалы приглашают в бабы, в разные гоу-гоу-бары, пусси-шоу здесь показывают всякие представления. На улице публику развлекают фокусники, жонглеры, заглядятели змей, чудеса перевоплощения, можно лицезреть, чудеса перевоплощения из мужчин в женщин. Можно посмотреть в кабаре шоу Саймона и Афродита. Цены на Паттонге выше в целом, чем по острову. Вот, имейте это, пожалуйста, в виду. С другой стороны, вот эти вот цены на Паттонге, они... Тут стоимость на жилье ниже, чем в других местах, более 500 отелей в гостевых домах, поэтому в принципе нивелируется. И третий город, это Чалонг. Туристы, которые прибывают сюда в рамках пакетных туров, и даже индивидуальные путешественники не выбирают это место, как правило, для своего проживания. Чалонг посещают, чтобы увидеть храмовый комплекс Ват Чалонг. Он является одним из самых знаменитых из более чем 40 храмов острова. Пирс Чалонг является отправной точкой для морских прогулок к островам. Здесь сосредоточен яхт-клуб, здесь работают многие дайв-школы. Чалонг не подходит для пляжного отдыха, для купания. Здесь в бухте швартуются десятки лодок, катеров, яхт, паромов и так далее. Поехали дальше. Сейчас поговорим о том, что посмотреть имеет смысл, если вы приехали на Пхукет. И первый наш пророк – это парк Сиренад. Это национальный парк, который был создан в 1981 году. Если вы любите природу, то здесь вы можете даже остаться с ночевой, прямо в палатке, представляете, либо можно арендовать бунгало. В целом прогулка по парку очень приятная. Повсюду расставлены информационные стенды с описанием флоры и фауны. Здесь обитают, как вы видите, товарищи обезьяны, вараны, черепахи, птицы, крабы. В общем-то парк наполнен причудливыми звуками. Встречаются, кстати говоря, здесь и змеи, но их не бойтесь, ядовитых змей среди них нет. Следующее место – это ботанический сад. Ботанический сад на Пхукете разделен на 30 тематических зон. Помимо цветов здесь выращиваются овощи, фрукты, пряности, лекарственные травы, которые используются в создании знаменитых тайских мазей и бальзамов. Если говорить про ферму Орхидей, то, конечно, эта ферма восхищает благоуханием и поразительным буйством красок. Ботаническая коллекция насчитывает порядка 2000 экземпляров. Орхидеи здесь цветут круглый год, но считается лучшим временем для посещения фермы Орхидей как раз-таки сезон дождей, то есть летний сезон. Что касается зоопарка, ну, на мой взгляд, зоопарк на Пхукете оставляет не самые лучшие впечатления. Животные и птицы содержатся в небольших вольерах, которые требуют ремонта. Ежедневно в зоопарке проводятся представления с участием обезьян, крокодилов, слонов. В целом, если хотите, можно посетить. Змеиная ферма располагается около города Чалонг. Пять раз здесь устраиваются представления, во время которых артисты демонстрируют разные трюки с питонами, гадюками и кобрами. Поехали дальше. Океанариум. Частью экспозиции Океанариума Пхукеты является тоннель, который создает такую иллюзию погружения в океанские глубины. С 11 до 11.30 можно понаблюдать за кормлением скатов и акул. В контактных зоопарках здесь можно трогать моллюсков, но на самом деле зооколлекция океанариума абсолютно небольшая. Переходим к королевству тигров. Это парк, собственно, и концепция этого парка – это прямой контакт с хищниками. В вольерах здесь проживает около 30 особей, и все эти особи, они были рождены и выращены в неволе. Здесь есть бассейны, в котором тигры любят купаться. Детям разрешено заходить только в клетку с тигрятами. Перед посещением этого парка все посетители обязаны подписать бумагу, что администрация парка не несет ответственности за их жизнь и здоровье в случае какого бы то ни было инцидента. Поехали дальше. Расскажу про два храма. Это храмовый комплекс Большого Будды и Суванкуха. Итак, храмовый комплекс Большого Будды, на самом деле, строительство этого храма ведется до сих пор, потому что строительство полностью ведется на пожертвование. Здесь можно лицезреть, собственно, монументальную фигуру. Высота этой фигуры 45 метров. Построена фигура из пластин белого бирманского мрамора. И также рядом там установлена золотистая статуя меньшего размера 12 метров. Что касается храма Суванкуха, этот храм располагается в 70 километрах от Хукета в провинции Пханга. И в основном этот храм посещают, когда отправляются на экскурсию в парке Кулака. Так вот, этот храм среди туристов, он больше известен как храм обезьян. Здесь в пещерах сталактиты, сталагмиты, и среди всего этого пещерного великолепия размещены ступы и статуи Будды. Достаточно интересный и необычный храм. Давайте с вами поговорим про активные развлечения, дайвинг, снорклинг и серфинг. Смотрите, в любом случае, пожалуй, насладиться подводным миром Андаманского моря у вас получится только в высокий сезон, потому что в остальное время вода из-за шторма, она мутноватая. Рядом с Хукетом можно наблюдать обилие коралловых рифов, много морской фауны, да, вот эти вот стаи таких ярких рыбок туда-сюда снуют. Моллюски, черепахи, мурены, каракатицы. Дайвинг-центры Хукета организуют погружение как для опытных туристов, так и для новичков. Основные дайв-сайты находятся, в общем-то, на значительном удалении от Хукета в южном направлении, в юго-восточном направлении. Поэтому, если ваша основная цель – дайверить, вам лучше селиться где-то неподалеку от Чалонга. Все дайв-боты стартуют именно оттуда. Также неподалеку от Хукета есть два река. Если вас интересует погружение к затонувшим судам, то, пожалуйста, такая возможность тоже есть. Поехали, про серфинг поговорим. Смотрите, серфинг на Хукете, конечно, не может сравниться с серфингом на Гавайях, на Бали или где-то в Австралии. Но, тем не менее, некоторые пляжи Хукета подходят для этого дела. Именно в летний период, с июня по октябрь, в это время в некоторых пляжах мы можем наблюдать полны высотой 2-3 метра. Конечно, не такие высокие, но, тем не менее, все пляжи, которые пригодны для катания, они расположены в юго-западной части Хукета. Незабываемого экстрима, конечно, ждать не стоит. Лучшим пляжем считается пляж Ката, а именно южный конец пляжа Ката. В сентябре на пляже Ката, на пляже Камала и Калим проходят международные соревнования по серфингу. Съезжаются участники из разных уголков нашей планеты. Так, поехали дальше. Смотрите, по поводу рыбалка. Рыбная ловля, конечно, была и остается традиционным промыслом для местного населения, поэтому многие лодочники предлагают свои услуги в качестве сопровождаемого. В любом уличном агентстве и также у вашего отельного гида можно, конечно, приобрести фишинг-тур с трансфером, что, опять же, для туристов, как правило, является более выгодным. Обычно удается поймать на крючок тунца, если повезет, то марлина, ловится дорадо. Увлекательное еще приключение здесь предлагается – это ночная ловля крапа в свете прожекторов судна. По поводу трекинга. Имею в виду здесь я трекинг на слонах. На Пхукете 15 слонових ферм, на которых проживает около 200 слоних. Все слонихи были завезены с материка. Почему именно слонихи, не слоны? Самки, они более послушные, они не бывают агрессивные. На животных, на спинах животных погонщики устанавливают скамейки для перевозки пассажиров. Крупные деревни слонов расположены рядом с Катаной, Чалонг, Патонг, Найхарн и Калим. Если говорить про тайский бокс, в отличие от Паттайи, где бои май-тай, они являются все-таки постановочными. Здесь, на Пхукете, на главном стадионе, который находится на Патонге, в этих боях участвуют именно профессиональные спортсмены. Ну и наверняка для многих не секрет, что это национальное боевое искусство в Таиланде действительно прям возведено в культ. Поехали дальше. Полет гиббона. Полет гиббона. Если любите экстрим, полазите, то, наверное, это мероприятие для вас окажется интересным. Полет гиббона представляет собой 28 соединенных тросами платформ, которые сооружены прямо посреди джунглей. И преодолевать вот эти вот препятствия придется не только по канатам, но и по веревочным лестницам, по винтовым лестницам. В общем, если любите такого рода развлечения, то вполне себе можно попробовать. Давайте еще расскажу про театры и кабаре. Красочные театрализованные постановки, которые по вечерам проходят в развлекательных комплексах. Это фантазия Пхукет и Сиам Нирамид. Они проходят по практически одинаковому сценарию, поэтому рекомендую посетить какое-то из этих двух шоу. Не отличаются реально друг от друга. Что можно будет увидеть? Различные этнические танцы, какие-то акробатические этюды, фокусы дрессированных слонов и других животных. Про шоу трансвеститов мы с вами уже упоминали. Это Саймон и Афродита. Программа состоит из танцевальных номеров. Номера исполняются под фонограмму. На сцене выступают десятки танцоров, которые, ну, так скажем, в таких нарядах с перьями, значит, с буа. В общем, напоминает бразильский карнавал все это дело. Ну, и напоминаю по поводу ночной жизни, что она сосредоточена на около улицы и на самой улице Банглород. Эта улица, так же, как и Волкин-стрит в Паттайе, перекрывается в вечернее время, да, и на протяжении ночи для движения транспорта. И становится, собственно, пешеходной зоной. Конечно же, не забываем про массаж. Массажных салонов огромное количество. На Пхукете, в принципе, на любом популярном пляже массажные салоны найти абсолютно не проблема. Про покупки давайте поговорим. Ну, смотрите, где бы вы, собственно, не поселились, в шаговой доступности у вас окажутся круглосуточные магазины 7-11 и Family Mart, в которых продаются напитки, продукты питания и готовая еда. Крупнейшие торговые центры – это Пхукет Централь Фестиваль, который расположен в Пхукет Тауне, и Джангл Цейлон, который расположен на Патонге. Помимо этого, конечно, есть и другие торговые центры на острове, но эти два считаются самым популярным. Помимо торговых центров, обязательно рекомендую заглянуть на рынок, на Пхукете рынков тоже большое количество. Там продаются фрукты, морепродукты, одежда, обувь, сувениры, кожгалонтерея, косметика и пляжные аксессуары. Самые популярные – это Даунтаун и Викинг Маркет. Кстати говоря, что касается тайских рынков, в отличие от восточных базаров, где торг прям возведен в культ, и продавец будет вам показывать мини-спектакль с эмоциями. Процесс купли-продажи в Таиланде абсолютно незамысловат. Тайские торговцы выглядят так, словно они вообще не заинтересованы в том, чтобы у них что-то купили. Цену вам продавец покажет на калькуляторе, рекомендуется цену сбивать сначала прям вдвое, а потом уже повышать до приемлемого предела. Что с Таиланда, с Пхукета можно привезти? Ну, смотрите, подушки из матраса и латекса. Таиланд является мировым лидером по экспорту латексных изделий, но производства на Пхукете нет, чтобы не портить экологию, поэтому сюда все привозят с материка. В рамках экскурсий туристов часто завозят на так называемые фабрики. По большому счету это шоурумы, где вот эти вот латексные изделия продаются в 2-3 раза дороже, чем в тех же пхукетских торговых центрах. Можно приобрести жемчуг на Пхукете, немало ферм по выращиванию жемчуга и в морской воде, и в пресной воде. Жемчужным промыслом на Пхукете занимаются потомки морских цыган. В Таиланде добываются пфиры, рубины, гранаты, другие драгоценные камни, но имейте в виду, что камни без огранки и без оправы вывозить нельзя. Если говорить о ювелирных украшениях, имейте в виду, тайское золото, оно желтого цвета, оно практически не блестит и легко деформируется. Слитки вывозить из страны тоже нельзя. Туристам повсеменно предлагают приобрести кожаные изделия из крокодила, из ската и змеи, почему нет? Тайская косметика, наверняка вы знаете, она популярна на весь мир. Можно привезти зубной порошок, отбеливающую пасту, всякие крема с экстрактом улитки, кокосовое молоко. В аптеках можно приобрести препараты тайской медицины, легендарные тайские мази, которые здорово помогают при болях в суставах, в мышцах от простудных заболеваний, от зуда, если вас какие-то насекомые укусили. Тайский шелк тоже прекрасен на Пхукете, он выпускается под брендом Джим Томпсон. В бутиках можно приобрести постельное белье, скатерти, халаты, рубашки, платки, шарфы. Качество замечательное. Если говорить об алкоголе, то алкоголь здесь производится из тростника, из риса, из фруктов. Самые популярные марки тайского рома – это Хонг Тонг и Санг Сон. И рисовое вино у них есть. Сиам Сато называется. Имеет очень специфический вкус. Может не всем реально понравиться. Сейчас мы с вами поговорим о кухне Пхукета. Кухня на Пхукете на самом деле, она даже более разнообразная, чем в целом в королевстве. Почему? Потому что китайские и малайские эмигранты, которых здесь проживает огромное количество, они привезли на Пхукет и свою кухню, свои кулинарные традиции. Напоминаю, что малайцы исповедуют ислам, поэтому на острове очень даже распространены мусульманские халяльные блюда. С другой стороны, Пхукет стал славиться едой, которая называется Баба Ялья. Это, собственно, те блюда, которые были привезены сюда из Поднебесной. Ну, конечно, еда здесь готовится с большим количеством специй, и большинство из этих специй острые, и происходит это не просто так. В условиях жаркого и очень влажного климата, использование перца и других пряностей предохраняет продукты от порчи, и, помимо этого, служит профилактикой кишечных инфекций, с которыми, собственно, здесь можно столкнуться. В точках общепита кормят вкусно, кормят сытно. Цены за порцию в тех заведениях, где кушают сами местные, начинаются от 60 бат. Как и на материке, на Пхукете огромное количество макашниц. Это такие передвижные тележки, которые оборудованы жаровнями или специальными котлами для приготовления еды. Ну, знакомство традиционно, да, многие из тайской кухни начинают с двух основных блюд. Это суп том-ям. Я, конечно, не буду вам про него рассказывать. Наверняка все его прекрасно знают. И классический рецепт второго блюда, да, это под тай. Наверняка вы тоже знаете. На десерт рекомендуется попробовать тайское мороженое, которое делают прямо при вас, прямо на улице. Очень интересный процесс приготовления. Поверхность плиты, она не нагревается, а очень-очень сильно охлаждается. Используется для приготовления кокосовое молоко, кусочки фруктов и при помощи специального шпателя формируются такие шарики или завертыши. Цена лакомства в зависимости от того, на каком пляже вы его пробуете, от 60 до 100 бат. Во многих местах размещаются палатки, где торгуют целыми, либо уже очищенными фруктами. Также делают смузи, в которые по умолчанию добавляют лед и сахарный сироп. Любители экзотики могут попробовать жареных кузнечиков, скорпионов, личинки насекомых, но, пожалуй, не делайте это в первый день, дайте вашему организму немного адаптироваться в новой реальности, в новом климате. Большое количество на Пхукете ночных рынок, радуют они гурманов изобилием блюд и с демократичными ценами. Огромное количество, конечно, здесь морепродуктов. Фруктовые деревья на Пхукете плодоносят круглый год. Помимо тайской кухни, во многих кафе и ресторанах представлены также блюда европейская и русская кухонь. Практически на любом пляже вы можете найти кафе, которое вам предложит и борщ, и окрошку, и пельмени, и картофельное пюре с котлеткой. Если вы глубокой ночью проголодались, тогда вам придется следовать в магазины 7-11 и Family Mart. Там продаются распасованные порции уже готовой еды, которую продавец для вас может разогреть в микроволновке. Продажа алкогольных напитков разрешена с 11 утра до 2 часов дня и далее уже с 5 часов до 12 часов. И имейте в виду, что может быть введен полный запрет на алкоголь в праздники буддийские и в праздники мусульманские. И сейчас я вам хочу рассказать про прекрасные, чудесные, очень красивые острова, которые расположены не подалеку, а некоторые вполне себе и подалеку от Пхукета. Первый остров это Пхипхи. Пхипхи это архипелаг, состоит он из шести островов, но населен лишь один остров, расположен в 50 километрах от Пхукета в Андаманском море. Живописный и самый известный из островов это остров Пхипхилей, из-за чего он известен. Здесь снимался фильм «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в бухте Майя Бэй. Место поразительно красивое, обязательно рекомендуйте туристам к посещению. Следующая точка это острова Джеймса Бонда, это по большому счету два острова, которые расположены в 25 километрах от Пхукета. Эта местность стала известна после съемок. Эвелин, вам лучше этот вопрос задать гуглу. Я не знаю, честно говоря, ничего про буддийские праздники. Если кто-то знает, напишите, пожалуйста, в чат. Так, смотрите, здесь снималась серия, не серия, а фильм, из этой знаменитой бандианы, «Человек с золотым пистолетом». Один из островов Бонда называется Котапу, что в переводе означает «гвоздь» либо «остров-стержень». На этом острове невозможно, как вы понимаете, высадиться, потому что его основание уже, чем его верхушка, и можно полюбоваться только с воды. На соседний остров Пинкан высадка вполне себе возможна. Именно на этом острове снималась финальная сцена фильма о Джеймсе Бонда. На этом острове имеется два хороших песчаных пляжа, несколько пещер и также рынок морских цыган. Поехали дальше. Острова Рача. Острова Рача – это два острова Рача-Яй и Рача-Ной, которые расположены в 12 всего лишь километрах от Пхукета и в 10 километрах друг от друга. Они славятся белоснежными песчаными пляжами, и здесь отличные возможности для занятий снорклингом и дайвингом. На острове есть малолюдные пляжи, есть рестораны, пляжные бары. Наталья, спасибо вам. Там можно покушать, приобрести какие-то напитки. И чем примечательнее это место, с аквалангом здесь можно погружаться в любой сезон. И снорклингом тоже заниматься, потому что здесь не бывает в бухтах шторма, море здесь не волнуется. Остров Рача-Ной, он совершенно необитаем, там даже негде перекусить. Но остров тоже, как и Рача-Яй, пользуется большой популярностью среди любителей снорклинга и дайвинга. Следующий остров, это остров Хе, это коралловый остров, расположен всего лишь в 9 километрах от Пхукета. Этот остров окружен коралловыми рифами, поэтому места интересные будут также для любителей дайвинга и снорклинга. На острове два пляжа, они соединены между собой дорогой, которая проходит через джунгли, днем на острове достаточно многолюдно, сюда приезжают туристы с однодневными экскурсиями, а вечером здесь остаются только гости отеля Коралл Айсленд Резорт. И вишенка на торте, прекрасные, великолепные, самые красивые Симиланские острова. Симиланские острова, по-другому называются Симиланы, это потрясающие красоты острова, находятся также в Андаманском море, и эти острова входят в десятку самых красивых мест нашей планеты. Экскурсия на Симиланские острова является одной из самых популярных. Обязательно, пожалуйста, рекомендуйте вашим туристам. Симиланы – это вот эти вот белоснежные пляжи с мелким песочком, с кристально чистой бирюзовой водой, с прекрасным разнообразным подводным миром. Симиланские острова расположены в 100 километрах от Крукета. Да, не близко, но, тем не менее, в любом случае обязательно к посещению. В Симиланские острова раньше входило 9 островов, но сейчас входит аж 11 островов. Но, смотрите, многие острова здесь закрыты для посещения туристов и людей, чтобы сохранить первозданную природу. В экскурсиях, которые отправляются с Крукета, посещают острова под номером 4 и 8 Ко-Минг и Ко-Симилан. Имейте в виду, что Симиланские острова открыты для посещения в туристический сезон с ноября по апрель. Именно в этот период здесь хорошая солнечная и ясная погода, чистое спокойное море. Можно заниматься дайвингом и снорклингом. А вот в период с мая по октябрь Симиланские острова зачастую закрывают, потому что здесь часто бывают очень сильные ветра, и, конечно, море здесь серьезно может штормить. Повторюсь, что хоть дорога занимает сюда значительное количество времени, но представьте, вы в результате увидите одно из самых красивейших мест на нашей планете. Я думаю, что оно того стоит. И сейчас мы с вами переходим к очень тоже большой части нашего вебинара. Мы будем с вами говорить про пляжи и про отели. Смотрите, на большинстве пляжей Пхукета хороший сезон для купания продолжается с ноября и по апрель. Волны, если есть, то они невысокие. В остальное время года на море могут быть высокие волны, сильные волнения, вот эти вот обратные риповые течения. Но есть пляжи, которые пригодны, собственно, и летом для купания. В общем, я сейчас о пляжах так разглагольствую. На всех пляжах, кроме Патонга, море, в общем-то, чистое. Супер белоснежного песка, вот этой вот мальдивской картинки. От Пхукета ожидать не стоит. Песок здесь преимущественно золотистого оттенка. И первый пляж, про который мы с вами, простите, рано перевернула. И, надеюсь, сегодня у меня указка будет слушаться. Это пляж Найхарн. Так, указка. Вы видите указку? Напишите мне, пожалуйста. Потому что у меня она опять не отображается. Попробуем. Без указки будет неинтересно. Ну, можно помочь, Пегас Туристик. Я ее беру. О, у меня появилась указка. А у вас появилась указка? Ура! Смотрите. Так, Найхарн. Вот он у нас. Этот пляж располагается, получается, на юге. В юго-западной части. Все, указку убираю. Поехали. Найхарн. Характеристика этого пляжа. Здесь пологий вход в море. Это хорошее место для отдыха с детками. Пляж этот примечательный тем, что даже в период с мая и по октябрь волны здесь, в принципе, невысокие. То есть не такие высокие, как на остальных пляжах. Но летом здесь бывают трипы. Поэтому в любом случае будьте, пожалуйста, внимательны. На береговой линии есть несколько магазинов и кафе. Расстояние от аэропорта около 60 километров. Это пляж, который подходит для такого размеренного, для семейного отдыха, для уединенного отдыха, без шумных развлечений. Все отели, которые располагаются близ пляжа Найхарн, они достаточно дорогие. Их здесь немного. А все потому, что большая часть принадлежит Бутийскому храму. Большая территория этого пляжа. И строительство здесь попросту запрещено. Недалеко от пляжа можно найти макашниц. До хороших кафе вам от пляжа придется прогуляться минут 15. Но пляж, он действительно красивый. Он впечатляет своей природой, своей чистотой и вот этой вот некой уединенностью. Рекомендуется для тех туристов, которые хотят отдохнуть от суеты, для тех туристов, которые не любят тусовки. Первый отель Сан-Сури Найхарн-Хукет. Смотрите, отели у нас будут всякие разные. От пяти и до трех звезд. Итак, по поводу отелей давайте сразу же мы с вами оговоримся. Кто знает, кто не знает. В отелях Таиланда зачастую у туристов берут депозиты. Что бывает летом? Ольга, что бывает летом? На пляже Найхарн. Бывает волна, но она не слишком большая. И бывают триповые течения, обратные течения. Так, про депозиты. Пожалуйста, проверяйте информацию на официальном сайте. Есть эти депозиты, либо этих депозитов нет. Потому что большая часть отелей в Таиланде, особенно категории пять звезд, четыре звезды, при заезде берут депозиты. В ряде отелей депозиты достаточно существенные. Я эти суммы озвучивать не буду. И вообще эти суммы озвучивать бесполезно, потому что они могут меняться. Поэтому всегда отправляйте туристов, проверяйте данную информацию, предупреждайте. Поехали. Сан-Сури. Смотрите. Этот отель расположен на склоне такого красивого холма. Отсюда открывается захватывающий, очень красивый вид на океан, на озеро, на пляж Найхар, неподалеку от пляжей. Есть озеро, склоны холмов где-то в 50 минутах. Здесь не в 50 минут, а в 5-10 минут. Прогулки расположен, собственно, на пляж Найхарн. Идти нужно будет до пляжа вдоль озера. Там очень живописно, красиво. Территория потрясающая. И, собственно, это место очень приятное. Отель был построен в 2013 году. По территории это 10 тысяч квадратных метров. Вполне себе прилично. Косметические ремонты здесь проходят каждый год. Красивый, стильно зеленый отель. Не маленький, с замечательными видами. Между пляжем и отелем здесь проходит дорога. И, кстати говоря, администрация отеля предоставляет несколько раз в день трансфер на пляж Найхарн и обратно. Анимации здесь никакой нет. Да, Наталья пишет много ступенек в отеле. Естественно, в большинстве отелей, которые расположены на склонах, а у нас отелей будет сегодня таких предостаточно. Имейте в виду, большое количество ступенек. Если у вас с ляликой туристы отправляются в такие отели, которые вообще на возвышенности расположены, не стоит отправлять, будет неудобно. По этим ступенькам с коляской мается. Если туристы пожилые, какие-то, ну не знаю, может быть, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, тоже лучше избегать таких вариантов. Анимации в отеле нет. Для детей есть детский клуб, бассейн. Платно можно обратиться, ну, с дополнительной платой можно обратиться к няне. На территории пять бассейнов, джакузи здесь, кстати говоря, можно посещать бесплатно. Бесплатный тренажерный зал. Еще здесь есть аренда велосипедов. Видимо, по лесенкам ездить на велосипедах будет очень удобно. Первые два часа аренды предоставляется бесплатно. Хороший вариант как для семейного отдыха с детками, да, за счет развитой детской инфраструктуры, так и для романтического отдыха. У нас сегодня вообще не будет плохих отелей. вообще. Поэтому все отели у нас достойные, хорошие для своего туриста. У них просто разная ценовая категория. Следующий пляж, про который мы с вами сегодня говорим. Так, сейчас я опять, наверное, буду бороться с указкой. У меня появилось. Это пляж Равай. Я показываю, где он расположен. Это уже получается юго-восточная часть острова. 50 километров от аэропорта. Это рыбацкий пляж. Он не подходит для купания. Дно здесь ильстое, мелкое, вода мутная, но вдоль пляжа протянулась очень живописная набережная с ресторанчиками. А в восточной части пляжа Равай находится популярное место, рынок морских цыган. Если переносите запах рыбы, то рекомендую прогуляться, посмотреть, как это все выглядит. Но там огромное количество рыбы и морепродуктов. Цены тут несколько ниже, чем в центральной части Пхукета. И зачастую туры на Равай стоят дешевле, чем, допустим, на Карен или на Кату. Главное, помнить и понимать, что рядом с Равай расположены один из лучших пляжей Пхукета, про который мы с вами только что поговорили. Это Найхар. И добраться до него абсолютно несложно. Отель Виндхам Лавит Апхукет. Отель категории 5 звезд. Расположен в 400 метрах от пляжа Равай. Рядом вся необходимая инфраструктура имеется. Отель этот новый 2023 года. Здесь прекрасный выбор по категориям номеров. Номера стильные, современные. Есть, кстати говоря, номера с прямым выходом к бассейну. Бесплатный трансфер организован на пляж Найхарн. Туда-обратно, пожалуйста, вас отвезут и привезут обратно 4 раза в день. Анимации в отеле нет. Для детей есть детский клуб, есть детский бассейн с водными аттракционами. Внимание на слайд. Такие вот горочки. территория у этого комплекса не слишком большая. Номеров достаточно много. Будет плотновато при полной загрузке, потому что состоит из нескольких таких, ну, достаточно крупных корпусов. Отель в любом случае мировой цепочки. Новый по хорошим ценам. Из плюсов еще то, что ввозят на Найхарн. Хорошо для семей с детками. Конечно, это не 5 звезд лакшери, но тем не менее это достойный отель в своей ценовой категории. Я бы этот отель могла сравнить, знаете, с хорошим, добротным, качественным кондоминиумом. Следующий наш пляж это будет пляж Ката. Мы с вами будем двигаться на север острова. Так. Где моя стрела? Поехали дальше. Следующий пляж Ката это будет пляж Ката. Тут вот разделено мысом от Ката Ной отделен. Поехали. Ката расположена где-то в 45 километрах от аэропорта. 20 минут езды от Патонга, от главного города, от Пхукеттауна, курсирует автобус. Он голубого цвета, напоминаю. Пляж протяженностью 4 километра и это пляж достаточно многолюдный. Вход в воду здесь пологий, без резкой глубины, дно комфортное, песчаное. Глубина здесь начинается через 10-15 метров, но если отлив, хотя они здесь не слишком ярко выраженные, то где-то через 50 метров. Камней, каких-то острых предметов здесь нету. В сезон здесь волны небольшие, но нужно учитывать в любом случае на Кате время отдыха. В конце октября, в ноябре и в начале декабря здесь волны есть, и они могут достигать таких относительно серьезных размеров, но начиная со второй половины декабря, январь, февраль, март, апрель, они становятся значительно меньше. В это время пляж отлично подходит для семейного отдыха, для детского отдыха. Смотрите, но все лето тут не сезон. Вот, но в любом случае это не сильно останавливает туристов, на Кате все равно всегда многолюдно. Почему не сезон? Потому что волна достаточно серьезная. Вспоминаем, да, что здесь проходят все-таки соревнования по серфингу, однозначно, что это не просто так происходит. На Кате присутствуют, напоминаю, риповые течения, и там и тут вы будете эти таблички периодически наблюдать. Что касается торговцев, торговцев здесь предостаточно, они есть, их много, их слышишь, их видишь, конечно, их не в таком количестве по пляжу бродит, как на Батонге, но все равно достаточно много. Что касается покушать, пошопиться, отдохнуть на массажном столе, с этим у вас не возникнет никаких проблем. Большое количество салонов массажных, спа-салонов, кафе, ресторанов, рынков небольших, все это есть. Шумных ночных заведений здесь нет, поэтому отдыхать, накачивать ребенком вполне комфортно. Рядом с Катой располагается Катаной и считается Катаной более спокойным и более уединенным пляжем. Там тоже мелкий приятный песочек. На Катаной тоже бывают риповые течения, инфраструктура хорошо развита, протяженность пляжа Катаной около двух километров. Катаной является одним из любимых пляжей у фотографов для свадебных фотосессий, поэтому каждый день на Катаной можно встретить новобрачные пары со всего света. Поехали по отелям. Мамстри Вилла Рояля отель категории 5 звезд был построен в 2003-2021 году, проходила реновация. Это небольшой уютный отель, который тоже, как вы видите, расположен на возвышенности с очень красивой ухоженной территорией и крутыми видами. Наталья, нужно проверить, на часть отелей мы просто еще не получили цены, поэтому ждем, должны появиться. Не на все отели, да, пока что есть цены, в любом случае ожидаем. Что за не рифовые течения, а риповые течения, по-другому можно сказать отбойные течения, обратные течения. Это такие быстрые возникают в море, вода с огромной силой отхлынувает обратно в море и может плывущего подхватить. Трагедии из-за этого, собственно, из-за этих риповых течений и происходят периодически на Пхукете, потому что туристы могут пренебрегать вот этими табличками относительно рипов. Они выставлены на большом количестве пляжей. Вот, надеюсь, понятно объяснила. Так, если возвращаться к отелю, отель расположен на первой береговой линии, здесь чудесный песчаный пляж, здесь прекрасные просторные сьюты с видом на море, очень хороший выбор по номеров, все номера просторные, самый маленький сьют от 65 квадратных метров, на террасах установлены лежаки, кровати, открываются там прекрасные виды на море, но в оформлении использованы элементы, как вы видите, тайского стиля. Анимации в отеле нет, для детишек здесь только кроватка и услуги няни, то есть ни бассейнов, ни детских клубов, ничего. Два открытых бассейна на территории, один из них с морской водой, есть спа-центр, бесплатный тренажерный зал, отель очень красивый, для романтического парного отдыха. Евгения, спасибо, Женечка, спасибо. Следующий отель это Помока-резорт, отель категории 4 звезды, который расположен в центре Каты, рядом абсолютно вся инфраструктура. Отель был построен в 2019 году, свеженький, по территории 10 тысяч квадратных метров, очень прилично для центрального отеля на Кате, отличный вариант для семейного отдыха с детьми. Здесь есть анимация в течение дня и здесь есть вечерние представления, но, конечно, анимация здесь больше софт. Для детей здесь детский развлекательный центр, а-ля мини-клуб, есть игровая площадка, есть бассейн, приличные современные номера, не скажу прям, что вау номера, но все крайне достойно, выбор категории номеров здесь, кстати говоря, не слишком большой. От пляжа 10 минут прогулки спокойным шагом, здесь есть два открытых бассейна и аквапарк небольшой, он имеет получается три зоны. Есть тренажерный зал, можно поиграть в мини-футбол, настольный теннис, это все бесплатно. На мой взгляд, без детей сюда ехать не стоит, отель многолюдный, достаточно такой шумный, живой, но зато деткам есть чем заняться, а если детям есть чем заняться, то есть шанс отдохнуть и у их родителей. Следующий наш отель это Центара Ката, отель категории 4 звезды, был построен в 2007-2017 году, была реновация, отель небольшой, территория зеленая, вполне приличная по площади для центра Каты, территория, безусловно, симпатичная. До моря пешком отсюда 15 минут, автобус ходит два раза в день, есть одна небольшая водная горочка и такие водные, как я не знаю, как этот аттракцион называется, когда водные шары в бассейне, ты туда залазишь и бултыхаешься там, не помню, как называется. Для детей игровой клуб и также открытая площадка, она под навесом, номера приличные, нормальные. Они не суперновые, есть номера с прямым выходом к бассейну, ну, немножечко они подуставшие. Есть дневная анимация на английском, на французском, на немецком языках. запись вебинара обязательно будет, конечно, будет. Она придет всем, кто зарегистрировался, на электронную почту. После того, как мы ее обработаем, обрежем, все, значит, манипуляции с ней проведем. Так, на территории Центара Ката три открытых бассейна, есть тренажерный зал, настольный теннис, волейбол, все это бесплатно. Неплохой отель, преимущественно для семейного отдыха с детьми. Палмери Резорт, отель категории четыре звезды, очень небольшой, очень светлый, компактный. Не могу сказать, что он находится прямо в центре Ката, он как бы немножко в глубине, что ли, ближе к Ката, но и на очень приятной живописной улице, там не слишком людно, не слишком много туристов, рядом есть приятные кафешки. Отель был построен в 2013 году, в 2023 году была реновация. Понимаем, что отель не новый, местами это видно, но ничего критичного сказать на сей счет не могу. Номера приятные, светлые, есть номера с прямым выходом к бассейну. В течение дня здесь курсирует бесплатный автобус до пляжа Ката и до пляжа Карен. Автобус курсирует два часа, а вообще пешком топать около одного километра. Анимации нет, для детишек только бассейн, есть, соответственно, как вы видите, бассейн для взрослых, для взрослых отель такой достаточно компактный, с минимальным набором услуг, он небольшой, многолюдно здесь не будет, вокруг природа, вокруг много зелени, на мой взгляд, вариант неплохой, спокойный, конечно, для своего туриста. Ну, собственно, это можно сказать о любом отеле. Чаналай Флоры Резорт, отель категории 4 звезды, отель немолодой, был построен в 89-м году, в 2017 году была реновация, территория тоже достаточно компактная, около 6000 квадратных метров, на территории здесь много ступенек, надо иметь тоже это в виду, это в виду, предупреждать туристов. Он расположен в 350 метрах от пляжа, близко вот к этому мысу, который разделяет Кату и Кату Ной, рядом есть кафешки, смотрите, номера вполне себе свежие, приятные, в таких светлых тонах оформлены. В 2017 году здесь реновация вообще была неплохая, обновили неплохо, но мебель в любом случае подуставшая, для требовательных туристов не подойдет. Анимации нет, для детишек есть бассейн, можно обратиться к няне, естественно, за дополнительную плату. На территории два открытых бассейна, тренажерный зал, вариант подходит, знаете, для такого более спокойного отдыха. Чиналай и Гарден, отель категории 4 звезды, отель был построен в 2000 году, в 2014 году была реновация, здесь хорошая территория, 16 тысяч квадратных метров, 100 метров от пляжа, расположен в окружении растительности, рядом с мысом Катаной, через дорогу от моря. Виды отсюда открываются с территории отеля, очень крутые, он расположен на склоне, там есть лифты, территория, территория сама по себе очень приятная, очень зеленая, номера вполне симпатичные, несколько категорий номеров, тоже немножечко они подуставшие, ну, я озвучиваю эту информацию, потому что есть же прямо требовательные, да, турист, мне нужен номер и точка. Для детишек есть бассейн и няни за дополнительную плату, для взрослых два бассейна, джакузи, тренажерный зал, тоже приятный вариант для такого более спокойного отдыха. Ченалай Романтика это у нас отель 13+, не пускают детей, он был построен в 2008-2018 году, был ремонт, выглядит отель очень хорошо, очень современно, вообще сам в себе, он небольшой, он уютный, он в центре Каты, здесь не слишком большой выбор по категориям номеров, номера выглядят очень приятно, очень современно, до пляжа буквально 250 метров, есть один бассейн, есть джакузи, бесплатный тренажерный зал, прикольно, что отель для пар, да, есть возможность отдохнуть без писков, визгов и лишнего шума, все новенькое, свежее, все приятное, все хорошо работает, смело можно продавать. Следующий отель, новотель Пхукет, Ката Ависта, отель категории 4 звезды, расположен отель ориентировочно между Катой и Кареном, то есть можно и туда, и туда. Красивая зеленая территория, достаточно компактная, очень ухоженная, находится на склоне, учитываем, пожалуйста, эту особенность, подходит для семейного отдыха с детьми, думаю, парам, которые не особо любят детей, да, и хотят больше такого спокойного отдыха, здесь не очень сильно понравится, детей много. Расстояние до моря 500 метров, 5-7 минут прогулки, но горка крутая, спуститься окей, а вот подняться, ну, как бы сложновато, учитывайте. Был построен в 2009, в 2015 была реновация, номера добротные, симпатичные, анимации здесь нет, для детей есть бассейн, детский клуб, и вот такая прикольная мокрая зона, которую вы можете видеть на слайде. Есть спа-центр за дополнительную плату, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал бесплатно. Все прекрасно в этом отеле, все хорошо, но не мешало бы его подобновить. Следующий отель, сейчас у нас будут тройки, Бан, Ката, Майта. Отель 3 звезды, отельчик 2017 года, расположен он в 800 метрах от пляжа, есть трансфер, на Кату увозят, и на Карен, пешком идти минут 15-20. Отель компактный, исключительно городской, вполне современный, чистый, ухоженный, номера простые, ничего особенного, но все аккуратно. Для детишек только бассейн, и вообще в отеле только бассейн и номера. Отель для активных туристов, которые не планируют проводить большое количество времени на территории отеля. Ханни-резорт Ката, следующий наш отель, он расположен в 10 минут прогулки от пляжа, от моря, рядом магазины, ресторанчики, если хотите до Карена дойти тоже, возможно, 20 минут прогулки. Был построен в 2009, в 2020 году была реновация, очень компактный, малышочек, 2000 квадратных метров, он относится к Кате, но он также близко и к Карену. Этот отель расположен, выглядит вполне себе современно, номера приличные, с тайскими элементами, для деток есть бассейн, а вообще в отеле, собственно, номера бассейн, больше особо ничего нет, ну, приличный вариант. Следующий отель Ибис Ката, отель категории 3 звезды, все знают, наверняка, Ибис мировая цепочка, отель был построен в 2009 году, 6,5 тысяч квадратных метров его территория. Относительно пляжа Ката, 10 минут прогулки, номера простые, компактные, для детишек ничего нет, кроме кроваток и стульчиков, на территории один бассейн, бильярд, мини-футбол, настольный теннис и можно взять в аренду велосипеды. Обычный городской отель с минимальным набором услуг, несколько староват он. Следующий отель это Ката Сибрис, отель категории 3 звезды, он был построен в 2002 году, в 2018 году здесь проходила реновация, пешком до пляжа около 10 минут, до пляжа Ката, можно до Ката надойти 20 минут. Смотрите, здесь 330 номеров, то есть отель не маленький, он такой густонаселенный, 4 бассейна, 2 детишек, для тройки очень хорошо, детская игровая площадка, бассейн, рядом с бассейном есть горка, есть песочница с игрушками, вот такая милая забота о детях. Номера, ну, для тройки вполне себе приличного, ни дифирамбы не буду петь, ну, ругать тоже не буду, есть, кстати говоря, номера с прямым выходом к бассейну, автобус до пляжа, до Каты, пожалуйста, бесплатный тренажерный зал можно брать, смело, и здорово, что отель бюджетный, категории 3 звезды, но с хорошим набором для услуг. Там надо смотреть, Эвелина, чтобы не рядом с речкой дело было, есть там речка, ее называют речка Вонючка, но это можно посмотреть по карте. Следующий отель Мастси, отель категории 3 звезды, маленький, простой родный отель с крошечным, как вы видите, бассейном, расположенным между Кареном и Катой, до Каты минут 5 прогулки, до Карены минут 10. Рядом вся необходимая инфраструктура, есть несколько баров, но в принципе в 11 вечера все закрывается, поэтому не будет мешать. Номера простые, обратите внимание, есть категория номера No Balcon, без балкона, да, для деток ничего нет, один бассейн, отель безусловно для активных туристов, для непритязательных туристов. Ката Пуллсайд, отель категории 3 звезды, отель 2005 года, в 2020 году был ремонт, 3 минуты прогулки до пляжа Ката, он спрятан в глубине улицы, никакого шума здесь там от дорог, от прохожих туристов не будет, 20 минут прогулки до Карена. Очень компактный отель, состоит он из двух корпусов, а в каждом корпусе всего лишь по 3 этажа. Номера простые, но они, кстати говоря, хорошие по площади, 40 квадратных метров, один бассейн для взрослых, один бассейн для детей, это тоже отель для активных, непритязательных туристов, но в своей ценовой категории вполне неплохо. Арчи Десе, отель категории 3 звезды, последний на Кате, и переезжаем с вами после этого на Карен, отель 1987 года. В 2019 году здесь был ремонт, он не крошечный, здесь много корпусов, и, условно говоря, он расположен между Катой и Катой Ной. Рядом вся необходимая инфраструктура есть. По месторасположению, он находится на холме, 3 минуты прогулки до моря, там буквально реально 200 метров, если хотите на Кату Ной, то минут 15 придется прогуляться, но нужно быть готовым к подъему, он нормальный, не крутой, каких-то особых хлопут не доставляет, зато с территорией отеля открываются красивые виды. Есть также автобус, который возят на пляж, его сделали, да, из-за вот этого подъема, лесенки здесь тоже имеются, да, кому ходить тяжело, или там неудобно, с детьми, то, пожалуйста, можно воспользоваться трансфером. Номера простые, они небольшие по площади, для детей есть детский клуб, есть бассейн, для взрослых бассейн, джакузи, джакузи, кстати, бесплатный, бесплатный тренажерный зал, хороший отель, три звезды, для семейного отдыха, в том числе с детками, вполне себе подходит. Я беру свою указку и показываю вам следующую нашу точку, это пляж Карен, хороший, популярный пляж. На Карене в чем есть особенность, здесь такой особый поющий песок, почему так? Потому что в этом песке наблюдается высокое содержание кварца, говорят, что кварц обладает целебными свойствами и вообще на таких пляжах якобы загар ложится ровнее и быстрее. Прекрасно развита инфраструктура, у пляжа такой классический вид с деревьями, пальмы есть, светлый песочек, лазурная вода, хороший пологий вход в воду, песчаный, вот, кстати говоря, вам, пожалуйста, волна, специально использовала такое фото, для Карена, как и для Каты, характерны риповые течения, особо, конечно, для весенне-летнего периода. До аэропорта около 45 километров, протяженность пляжа внушительная, это 5 километров, ширина 50-70 метров, здесь довольно просторно на пляжах, не так шумно, например, как на Патонге, но и менее спокойно, если сравнивать с Катой. Что касается волн, то море, как я уже сказала, здесь не всегда спокойное, даже в начале вебинара я говорила, что в сухой, в зимний период, в высокий сезон, раз в 5-7 минут накатывает волна, поэтому в любом случае, если отдыхаем с детьми, то за детьми следим. У веселительных заведений, собственно, на пляже предостаточно, можно где-то даже и не ехать на Патонг, если какая-то разрывная тусовка вам не нужна. Конечно, на Каране ночная жизнь, она не такая насыщенная, но, тем не менее, несколько приличных баров, где можно провести вечер, потанцевать, найти можно. Огромное количество массажных и спа-салонов май, июнь, июль, август, сентябрь и немного октября здесь сильная волна. Можно здесь в этот период хорошо посерфить, бронировать. Это касается, кстати говоря, и Ката. Каты тоже. На Каране отели лучше бронировать заранее, потому что отели достаточно быстро здесь встают на стоп. Пляж, конечно, мега популярный. Поехали по отелям, традиционно, начинаем с пятерок. Вистагранде, отель категории 5 звезд, очень красивый, стильный, современный отель с хорошей территорией. Был построен в 2017 году, свежий, здесь очень красивые номера, стильные, современные. И хороший выбор по категориям номеров, есть номера с прямым выходом к бассейну. Рядом вся необходимая туристу инфраструктура, через дорогу от моря отель располагается, шума не слышно, ну, реально, до пляжа максимум 5 минут прогулки. Для детей есть клуб, игровая площадка, бассейн, для взрослых бассейн, спа-центр за дополнительную плату, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, все это бесплатно, прекрасный, новый, современный, красивый отель на популярнейшем пляже. Следующий, парадокс. Отель категории 5 звезд был построен в 2006 году, ого-го, у него территория, ребята, 80 тысяч квадратных метров, море здесь располагается через дорогу, отель большой, на 360 номеров, но и территория очень большая, поэтому какого-то столпотворения здесь наблюдать не будем. Номера неплохие, прикольные, я бы даже сказала, есть виллы, в большинстве категорий ремонт, кстати говоря, был в 2021 году, они выглядят вполне себе современно, стильно, с тайскими элементами, виллы не реновировали, имейте, пожалуйста, в виду. Для детей есть секция в бассейне, в бассейне, детский клуб, открытые и крытые игровые площадки, для взрослых бассейн, джакузи бесплатно, спа-центр за дополнительную плату, само собой, бильярд, тренажерный зал, теннис, красивый отель с большой, зеленой, ухоженной территорией, преимущественно, я бы его предложила все-таки больше для семейного отдыха. Фоеникс, отель категории 4 звезды, был построен в 2018 году, расположен в 150 метрах от моря, рядом вся необходимая инфраструктура, номера здесь приятные, современные, светлые, номера категории супериор, имейте в виду, пожалуйста, без балкона, номера делюк с балконом, но балкончики очень и очень небольшие. Для деток есть бассейн, для взрослых тоже есть бассейн, и этот бассейн располагается на последнем этаже, вид оттуда очень эффектно открывается. Отель свежий, городской, для активных туристов, с хорошим расположением относительно моря. Джона Икс, еще одна четверка, новый отель 2022 года, маленький, миленький городской отель, стильный, симпатичный, 400 метров от пляжа, 10 минут прогулки, номера стильные, приятные, новые, небольшие по площади, для деток есть бассейн, клуб, игровая площадка, но игровая площадка в помещении. Один бассейн у них, пожалуйста, на крыше, вид тоже вполне себе эффектный, открывается свежий отель, маленький. Пхукет, Орчет, отель категории 4 звезды, пожалуйста, для семейного отдыха с детьми. Отель был построен в 90-м году, в 2018 году была реновация, 35 тысяч квадратных метров по территории, очень прилично, территория приятная у отеля, расположение отличное, через дорогу от моря, номера подуставшие, есть номера с прямым выходом к бассейну, для детей клуб, бассейн, аренда колясок за дополнительную плату, детский бассейн с детской горкой, есть две горки для малышей, есть грибочек, водные горочки, посмотрите на слайд, есть спа-центр, бесплатный тренажерный зал, вполне достойный вариант для семейного отдыха, прямо рядышком с пляжем. Сантара Вилла с отель категории 4 звезды, 99-го года отель, в 2022 году была реновация, очень приличная территория, 22 тысячи квадратных метров, она красивая, зеленая, но смотрите, здесь очень много лесенок, имейте в виду, до моря 5 минут прогулки, здесь всего лишь 70 номеров, поэтому атмосфера здесь у вас будет крайне приватная, номера от 46 квадратных метров, несколько категорий номеров, есть джакузи, номера очень добротные, с джакузи на балконе, номера очень добротные, с тайскими элементами в оформлении, для детей только няня за дополнительную плату, это отель не предполагает семейный отдых с детьми, два открытых бассейна, спа-центр, отель для такого спокойного, парного, для романтического отдыха на территории тишина и покой. Следующее, это Waterfront Suite, отель категории 4 звезды, отель 93 года, в 2019 году был ремонт, маленький высотный малыш, территория 1500 квадратных метров, мне этот отель напоминает отели Паттайи, для моря пара минут прогулки, хорошее расположение относительно пляжа, рядом вся необходимая инфраструктура, здесь только сьюты, самый маленький номер, это спальня плюс гостиная, 100 квадратных метров, есть номера, две спальни плюс гостиная, очень удобно для больших семей, для больших компаний, номера несколько староваты, нету бара, нету ресторана, отель работает исключительно без питания, есть один детский бассейн, один взрослый бассейн, сауна, в сауну всегда, конечно, на Мухакете, наверное, хочется в жаре, хороший вариант, если нужен просторный номер, и он в целом недорогой. Следующий отель, Tavorn Palm, отель категории 4 звезды, 86 года отель, в 2019 году был ремонт, обширная территория, 80 тысяч квадратных метров, очень зеленая, очень ухоженная, прекрасное расположение через дорогу от моря, смотрите, несколько категорий номеров, номера вполне приятные, с тайскими элементами в оформлении, есть номера с прямым выходом к бассейну, но номера все равно подуставшие. Для детей есть бассейн, игровая комната, но игровая комната, честно говоря, не очень привлекательная. 4 бассейна на территории, есть водные горки, в принципе, это прикольный вариант для отельного отдыха, море рядом, горки есть, можно семьями, можно не семьями, не помешало бы ремонт здесь провести. Beyond Car, отель категории 4 звезды, это отель 18+, не пускают детей, был построен в 1982 году, территория компактная, 5000 квадратных метров, расположен на берегу, в конце Карона, уже около Каты, номера выглядят вполне неплохо, три категории номеров, вообще складывается ощущение, что номера здесь после такой добротной капитальной реновации. На территории открытый бассейн, больше здесь нет ничего, хороший вариант, прям на берегу моря, без детей. Троечки, Бан Ванида Гарден, построен в 2015 году, в 2023 году здесь проходил косметический ремонт, расположен между Кароном и Катой, но относится этот отель к Карону. Два моря, 7-10 минут прогулок, прогулки, территория небольшая, уютная, рядом инфраструктура, здесь простой номерной фонд, и видно по нему, что он не новый. Есть бассейн, есть в этом бассейне детская секция, это бюджетные отели с неплохим расположением, но старенькими номерами. Бауман Касса, отель категории 3 звезды, был построен в 2010 году, в 2019 был ремонт, территория 6500 квадратных метров, расположен отель через дорогу от моря. На мой взгляд, подойдет для любых категорий туристов, номера вполне себе приличные, для детишек есть бассейн, в целом на территории три бассейна, джакузи и сауна бесплатно, зал бесплатный, производит данный отель впечатление достаточно современного отеля за очень приятную стоимость. Бест Вестер Ношен расположен на склоне холма, открываются виды здесь очень красивые. Расстояние до моря 200 метров, 5-7 минут прогулки, дорога проходит по аллее возле озера, вполне себе приятно. Был построен в 1989 году, в 2018 году была реновация, он не маленький, 30 тысяч квадратных метров, номера вполне приличные, три бассейна на территории, есть спа, есть тренажерный зал, отель не новый, но уровень хороший, для трех звезд прям супер-пупер. Бан Карен, отель был построен в 1999 году, в 2012 была реновация, 3000 квадратных метров, такой небольшой, 800 метров до Карена и 1 километр 200 метров до Каты. Бесплатный автобус возят один раз в день на Карен и на Кату. Это очень демократичный отель, номера небольшие, простые, для детей бассейн, для взрослых тоже бассейн, и есть тренажерный зал. Я просто, Наталья, я бы с удовольствием, но у нас еще очень много информации и много отелей, а нам нужно уложиться в два часа, поэтому я говорю немного, понимаю быстро, но делайте, пожалуйста, какие-то там для себя краткие пометки, иначе мы просто-напросто с вами не успеем. Простой бюджетный отель по вполне хорошей цене. Сейчас мы с вами переезжаем на Патонг, беру указочку, вот он у нас Патонг, и рядышком здесь, смотрите, находится пляж Калим. Я расскажу про эти два пляжа, два в одном, то есть это получается юго-западная часть, ближе уже к центральной части. Смотрите, мы уже поняли, что это самый известный, самый популярный, самый тусовочный пляж, много клубов, много паров, дискотек, стрип-баров, в общем, повеселиться здесь можно вот как прям душе угодно. Отелей предостаточно, я уже сказала, больше 500 штук, магазины, торговый центр, рынки, кафешки, пляж песчаный, иногда встречаются ракушки, вход в воду пологий, и мелководие здесь такое достаточно продолжительное. Направление однозначно тусовочное, неспокойное, подходит для молодежи. От аэропорта 40 километров, купаться здесь комфортно, кстати говоря, и во время отлива, вода не уходит далеко от берега, и, кстати говоря, даже в умеренный шторм здесь волны такие относительно небольшие. Если вам, допустим, выбрали вы для своего отдыха «Патонг», но суета вам надоела, то можно отойти с северной, там за валуны, там открывается небольшой пляж «Калим», и там уже позагорать, там реально более спокойно. У нас отели «Патонга» идут вместе с отелями «Калима», поэтому рассказываю в формате два в одном. Что касается «Калима», это около 40 километров от аэропорта, расположен «Калим» в северной «Патонга», берег здесь достаточно узкий, местами каменистый, больше, наверное, «Калим» все-таки, большая часть «Калима» подходит для созерцательного отдыха, для классического пляжного отдыха, можно найти пригодные участки, собственно, ближе, соответственно, к «Патонгу». Ну, а северная часть пляжа «Калима», она полностью дикая. На «Калиме» тихо, спокойная, береговая линия практически во всех местах она усыпана камнями, конечно, по большей части, если говорить о зонах для купания, это южная часть «Калима», да, на севере там трэш. В низкий сезон, с мая по октябрь, здесь волна сильная, и она такая сильная, что практически не позволяет зайти в воду. Стандартно вдоль берега расположены макашницы, кафешечки такие недорогие, но есть интересные отели. Поехали по отелям. Отель категории 5 звезд, Nature, Phuket, свежий отель 2018 года, территория около 12 тысяч квадратных метров, прикольно, что отель новый, с хорошей территорией, хорошие стильные номера, есть хороший выбор по категориям номеров, есть номера с прямым выходом к бассейну. Общественный пляж «Калим» находится напротив отеля, через дорогу, но моря там нет, то есть там не покупаться. Бесплатный автобус ходит до Патонга, возит туристов, и до торгового центра 4 раза в день. Для детишек есть площадка, есть игровой клуб, три открытых бассейна, спа-центр, такие вот водные стрелялки. Отель не лакшери формата, достойная пятерка, и расположение все-таки это «Калим», не «Патонг», и причем не лучшая часть «Калима» относительно пляжа, имейте, пожалуйста, в виду, но цена привлекательная. Одна из самых недорогих пятерок. «Даймонд Клифф» – это северная часть Патонга, располагается отель на склоне холма, супер-шума какого-то «Патонговского» здесь нет, с маленькими детьми, с большими ногами будет неудобно. Территория приятная, она хорошая по площади, ухоженная. В пяти минутах прогулки есть такой немноголюдный, уединенный пляж. Отель вообще 88-го года, в 2018 году здесь была реновация. Номера выглядят достаточно современно, светленький и хороший выбор по категориям номеров. Для детей площадка и бассейн, на территории два бассейна. Отель возрастной, конечно, не скажу, что он прям старый, но тем не менее возраст его ощущается. «Гранд Меркьюри» – еще одна пятерка, очень симпатичная, современная, стильная, с тайскими элементами. Расположен этот отель недалеко от улицы Бангларод, вспоминаем. Близко к движухе, да, ко всей, но, в принципе, здесь тихо. Был построен в 2014 году, в 2021 году была реновация. Территория приличная для городского отеля, 20 тысяч квадратных метров. Здесь очень приятные номера. Есть one-bedroom, two-bedroom виллы. Номера немножечко подуставшие, да, легкая косметика бы не помешала. Что касается пляжа. Шаттл до пляжа входит два раза в день. 10 минут прогулки до пляжа, можно спокойно дойти пешком, и 10 минут прогулки до Бангларод. Хорошее расположение для своего туриста. Для детишек есть детский клуб, есть бассейн, три открытых бассейна, собственно, на территории. В целом все очень прилично. А Виста Патонг отель 2008 года, в 22-м году. Есть рядышком с этим отелем инфраструктура, но ее немного. Рядом пляж, который называется Freedom Beach. Идти до этого пляжа минут 15. Чтобы пройти на этот пляж, нужно 200 бат заплатить. Там сделана дорога, спуск на пляж. Либо вы можете бесплатно пробраться на этот пляж, но придется вам пробираться сквозь джунгли. Пляж очень красивый, достаточно уединенный, живописный. На пляже есть ресторан. Пляж очень спокойный, и это его, собственно, основной плюс. Территория у отеля достаточно большая, зеленая, очень красивая. Обилие зелени, кругом тоже зелень. Он расположен на холме. Что касается номерного фонда, номера симпатичные, стильные. Они достаточно большие по площади. Хороший выбор по категориям номеров. Есть номера также с прямым выходом к бассейну. Отель работает, как вы видите, на разных системах питания, в том числе на все включено. Для детей полный спектр услуг. Очень хорошая игровая комната, детский клуб, три открытых бассейна на территории. Классный вариант для своего туриста. Уаквуд следующий наш отель. Свеженький отель тоже. 2017 года. Он очень компактный. 15 минут прогулки до Банглород. Знаете, среди приличных четверок на Потомке этот отель один из самых недорогих. Расстояние до пляжа, да, полторы тысячи метров. Автобус три раза в день бесплатно. Можно дойти пешком. Номера вполне приличные. Они небольшие по площади. И имейте в виду, здесь нет балконов. Для детей только кроватка. Открытый бассейн на крыше. Вид прикольный открывается, конечно. Все для активных туристов. Вариант подходит. Саввазди Патонг Байталани четверка была построена в 2009 году. Небольшой, приятный, ну, хорошенький отельчик. Расположен он на третьей улице. Далековато до моря, конечно, около двух километров. Рядом инфраструктура, но какого-то супершума здесь нет. Номера вполне себе приличные. Для детишек есть бассейн. Для взрослых два бассейна. Для активных туристов это недорогая четверка. Бионт Патонг. Еще одна четверка. Отель 2017 года. 8 тысяч квадратных метров. Неплохо для центрового отеля. Рядом есть инфраструктура и отличное расположение относительно пляжа. Всего лишь 250 метров. Территория очень симпатичная. Посмотрите, такой вот необычный дизайн, который напоминает несколько корабль за счет вот этих вот круглых окон. Номера свежие, приятные, симпатичные. Они небольшие. И обратите внимание, балконы есть только в Deluxe Room. Один бассейн для детей и один бассейн для взрослых. Следующий отель – Вова Пхукет. Отель категории 4 звезды. В 2018 году здесь прошла хорошая реновация. Территория около 7 тысяч квадратных метров. Отель очень свежий, достаточно современный. Расположен в 10 минутах прогулки от Банглород и 1 километр до пляжа. Ну, 10 минут прогулки. Рядом вся необходимая инфраструктура. Номера светлые, балконы здесь французские. Хороший компактный вариант, обновленный для активных туристов. Шарм-резорт Пхукет. 4 звезды. Состоит из нескольких корпусов. Четвертый корпус рядом с мечетью располагается. Поэтому, если туристы с чувствительными ушами, пишите примечание к заявке. Расстояние до моря 150 метров. 15 минут прогулки до Банглород. Номера приличные. Есть номера с прямым выходом к бассейну. Не новый, но все в нормальном, адекватном рабочем состоянии. Для детишек есть бассейн. Для взрослых есть тоже бассейн, который, собственно, вы видите. Небольшой городской приличный вариант. Марина Пхукет. Отель категории 4 звезды 2013 года. Крошечный. Чуть более 1000 квадратных метров. До моря. Отсюда топать минут 15. Номера нормальные. Небольшие. Есть номера с прямым выходом к бассейну. Бассейн, вы видите, на крыше. Чуть подуставшие. Слышен здесь шум с улиц. Поэтому чувствительные уши сюда пускать не стоит. Для деток есть один бассейн. Компактный городской отель с бассейном на крыше. Для туристов, которые предпочитают активный отдых. Новотель Винтаж Парк. Отель категории 4 звезды. Был построен в 2012 году. В 2023 году был ремонт. Территория симпатичная, но при этом достаточно компактная. До моря. Минут 7-10 прогулки. Вся инфраструктура прям на выходе. Номера приятные. Есть номера с выходом к бассейну. Но здесь тоже будет слышен шум с улиц. В номерах для детей. Причем есть игровая площадка. Есть детский клуб. И есть бассейн. Ну и, соответственно, бассейн и джакузи для взрослых туристов. Неплохой вариант. Оушен Фронт. Отель 2021 года. 11 тысяч квадратных метров. Классно. Новый отель. Красивый, стильный. С интересной территорией. Территория, опять же, здесь немаленькая. Расположен он несколько на возвышенности. В полутора километрах от пляжа. Ночью тишина и покой вокруг. Классные современные номера. Хороший выбор по категориям номеров. Номера большие по площади от 50 квадратных метров. Для детей только бассейна. Три открытых бассейна. Для взрослых есть бассейн панорамный. И вид оттуда очень классно открывается. Троечки. Ибис. Патонг. 6,5 тысяч квадратных метров. 200 метров до пляжа. Прекрасно. До Банглароуд. 15 минут неспешным шагом. Номера небольшие по площади. Очень все привычно для трех звезд. Немножко, конечно, возраст там чувствуется. Для взрослых есть один бассейн. И для деток есть один бассейн. Приличный хороший вариант для своего туриста. Гранд Орлов. Ну, слушайте, зайдите, погуглите фотки. Очень необычный в плане оформления отель. Здесь, с одной стороны, напоминает усадьбу. С другой стороны, стиль Прованс. С другой стороны, тайские элементы. Очень необычно. Странноватый дизайн. Зато до пляжа 3 минуты прогулки. 15 минут для Банглароуд. Хорошая цена. Отель без бассейна. Просто вариант переночевать. Но с отличным расположением. С минимальным набором услуг. И сейчас у нас с вами пляж Камала. Беру указку. Вот она у нас, Камала. Такс, поехали. 25 километров от аэропорта. Это замечательный немноголюдный пляж, который отлично подойдет, в том числе, для семейного отдыха. 2,5 километра его длина. Ширина 30 метров. Песочек здесь хороший, мелкий. Вход в воду плавный. Есть вдоль береговой линии несколько ресторанчиков, пляжных магазинов. Волны в летний период здесь могут достигать внушительных размеров. Если хотите летом покататься на серфе, вот Камала тоже отлично подходит. Расположена в небольшой бухте. Глубина увеличивается постепенно. Смотрите, можно с детьми, но все-таки в сухой сезон. Выбор отелей здесь хороший, собственно, но каких-то шумных развлечений, дискотек на Камале нет. Но вся необходимая инфраструктура для туристов здесь, конечно, имеется. Магазины, салоны, макашницы, кафе, рестораны, прокат оборудования для активного отдыха на воде. Все, в принципе, на Камале есть. У нас тут несколько с вами отелей. Слушайте, ну я прям это... Прозошлась в этот раз. Кейп Сиена. Пятерка. Современный стильный отель. Красивый, в светлых тонах. Несколько здесь малоэтажных корпусов. Еще комплекс вилл. В 2018 году была реновация. 11 тысяч по площади этот отель. Приятные светлые номера. Есть номера с небольшими собственными бассейнами на балконе. Отель на первой береговой линии. Но тут не покупаться. И в отливы моря в этой части очень даже нехило уходит. До ближайшего пляжа можно дойти пешочком. Ну, где-то по времени вам придется минут 15 потратить. Также автобус предоставляется бесплатно. Отправление три раза в день. И также из этого отеля предоставляется автобус, но уже за дополнительную плату на потомки. Для детишек. Только стульчики и кроватки не ориентирован отель на семейный отдых. Два бассейна с морской водой. Есть очень красивый, хоть и небольшой инфинити бассейн. Но это отель ориентирован больше, конечно, на парный отдых. Очень симпатичный вариант. Аяра. Летом там всегда волна. Аяра Камала. Отель категории 5 звезд. Вот так, смотрите. Отель этот расположен в двух километрах, собственно, от Камалы. Примерно в 10 минут езды от пляжа. Автобус на пляж ходит 7 раз в день. И за 150 бат, условная сумма, собственно, вас могут туда отвезти вне расписания. Отель бунгальный, очень красивый, на холме, с абсолютно бомбическими видами, с драматическими обрывами. Ремонт был в 2018 году. Территория около 50 тысяч квадратных метров и всего лишь 42 номера. А территория внушительная. Малоэтажная застройка, полный релакс по атмосфере, отдых души и тела. Хороший выбор по категориям номеров. Самый маленький номер 42 квадратных метров, оформленный в таком островном стиле. Есть инфинити бассейн, но доступ к этому бассейну есть только из некоторых категорий номеров. Номера не новые, но они не убитые, ругать я их не буду. Для детей абсолютный минимум услуг, кроватки и стульчики. Отель больше, конечно, для пар подходит. Все очень прилично, все очень красиво. Где-то частичная реновация бы, конечно, здесь не помешала, но отель очень классный для своей категории туристов. Хаят Рейджинси Пхукет. Еще одна пятерка. Был построен в 2013 году. В 2021 году была реновация. Отель с достаточно обширной территории, красивый. Через дорогу от моря. Но тут море не подходит для купания, так как там кораллы и нехилые отливы. Организован отсюда бесплатный трансфер на Камалаа бич-центр около двух километров до пляжа. Автобус три раза в день. Здесь, кстати говоря, самый большой пейзажный бассейн с видом на океан на Пхукете на море. Номера в 2021 году были реновированы. Номера симпатичные, в классике, хорошие по площади. Самый маленький номер, 46 квадратных метров. Для детишек есть площадка и бассейн. Отличная игровая зона для детей в крытом помещении. Вообще отель очень стильный, красивый. Вы можете видеть, да, вот эти классные элементы в его оформлении, а-ля такой стиль Боха. В окружении буйной растительности. Территория каскадная. Виды открываются отсюда очень красивые. По территории курсируют баги. Поэтому, если вам не охота, например, идти из номера до ресторана или до бассейна, можете позвонить. Приезжают быстро, очень чисто в отеле, прям безукоризненно. Отличный менеджмент и очень классный сервис. И еще один отель на Камале. Это новотель Камала-Бич. Территория вполне приличная. 12 тысяч квадратных метров. Расположен отель, как вы видите, на берегу моря. Море здесь и пляж отличные. Рядом достаточно много растительности. Никаких дорог, никаких машин. Но до кафе и массажных салонов, соответственно, тоже придется пройтись. Идти, наверное, придется минут 15. Построим в 2013 году. Неплохой выбор по категориям номеров. Номера оформлены в таком а-ля островном стиле. Но про номера, честно могу сказать, что номерной фонд староват. Для детей есть детский клуб, есть бассейн. Отличное расположение и достаточно хорошая территория. Большой плюс, конечно, этого отеля относительно моря. И хороший вариант подходит в том числе для отдыха с детьми. Sun Wing Resort. Sun Wing это вообще очень детские отели. И Sun Wing Resort Камала это абсолютно не исключение. В 2019 году здесь был ремонт. Территория приличная, более 20 тысяч квадратных метров. Она зеленая, все крайне симпатично. Хороший здесь пляж, хорошее море. После обеда могут быть отливы здесь, но тем не менее они не сильные. Первая береговая линия, не через дорогу, по территории где-то до моря идти от дальнего корпуса около 300 метров. В шаговой доступности все кафешки, все магазины. Неплохой выбор по категориям номеров. Выглядят номера вполне себе прилично. Они обновлены, свеженькие. Для детишек все хорошо. Есть площадка, есть бассейн, есть горшки, есть коляски. Детская анимация. Вообще на территории большое количество бассейнов. Заявлено здесь 8 штук бассейнов. Есть несколько, как вы видите, водных горок. Это хороший вариант, но исключительно для отдыха с детьми. Следующий пляж, про который мы с вами будем говорить, это пляж Сурин. Показала вам его. Около 20 километров от аэропорта. Пляж протяженностью 1 километр. Это очень живописная бухта. И подойдет этот пляж исключительно для спокойного отдыха. Здесь мелкий песочек. Нету камней никаких. Там обломков ракушек. Свет воды здесь меняется в зависимости от погоды. В яркую солнечную погоду здесь песок, знаете, как будто бы белоснежный. Вход в воду пологий. Но глубина, тем не менее, нарастает так достаточно быстро. Вы почувствуете. Если отлив, то в отлив с детьми крайне здесь будет прикольно. Здесь нету подводных течений. Я имею в виду, с детьми будет удобно очень в отлив. Здесь нет подводных течений, допустим, как на Карни и на Кате. За это можно не переживать. На отеле народа здесь немного. Инфраструктура вообще Сурина, она не самая развитая. Но, тем не менее, по минимуму вся необходимая инфраструктура здесь имеется. Кстати говоря, Сурин можно смело вносить в пляжи, которые подходят для отдыха летнего. Здесь не бывает большой волны. Но смотрите, если большинство пляжей Пхукета, там бриз есть с моря. Сурин – это бухта, она безветренная. Имейте это, пожалуйста, в виду. Есть кафешки, есть несколько ресторанчиков. Вдоль дороги есть, опять же, макашницы. Есть супермаркеты. 7-11, Family Mart. Так, вовремя не перелистнула слайд. Ну ладно, ничего страшного. Я думаю, вы поняли, что пляж Сурин называется. У нас здесь буквально один отель. Outrigger Сурин. Отель категории 4 звезды. Очень симпатичный, компактный, стильный отель. Расположен он в 200 метрах от моря. Небольшой, около 5000 квадратных метров. Здесь такая царит, знаете, атмосфера тишины, спокойствия. Приличные номера с элементами стиля Боха. Хороший выбор здесь по категориям номеров. И номера здесь после реновации, что очень приятно. Для детишек кроватки и стульчики только лишь. То есть отель, понятное дело, ориентирован на отдых без детей. Имейте, пожалуйста, в виду на Сурине. Как я уже сказала, инфраструктуры немного. Поэтому подойдет для туристов, которые предпочитают спокойный отдых. Следующая зона, про которую мы с вами будем говорить, это зона Бангтау. Давайте я вам покажу на карте. Вот она у нас, зона Бангтау. Так, сейчас верну слайд. Смотрите, это 20 километров от аэропорта. Это такой островок спокойствия, умиротворения. Тут не слышно проезжающих машин. Нету никакой абсолютно музыкальной вакханалии. Пляж 40-50 метров в ширину. А его протяженность очень внушительная. Около 6 километров. В переводе Бангтау означает вагуна. Здесь есть в окрестностях несколько прудов. Там очень классно гулять. Прикольно, можно прогуляться прям с удовольствием. Берег здесь песчаный. Песочек мелкий, светлого оттенка. Сезон здесь начинается в конце октября, в начале ноября. И продолжается до конца апреля, начала мая. Море в этот период спокойное. Волн практически нет. Поэтому в Бангтау высокий сезон хорошо подходит для отдыха с детками. В низкий сезон, в мокрый сезон, здесь поднимаются волны. Но они не такие большие, например, как на Камале, как на Кате, на Каране. И даже в низкий сезон, в принципе, здесь можно искупаться. Но волна есть. Вход в воду пологий. Ярко выраженных отливов здесь не бывает. Глубина хорошо постепенно нарастает. И, кстати говоря, песок на Бангтау можно сравнить с песком на Каране. На Каране он тоже такой поющий. Главная достопримечательность пляжа Бангтау, конечно, в его уединенности. Рядом нет никаких шумных улиц. Но, тем не менее, инфраструктура, конечно, здесь имеется. Несколько кафе с макашницами. Несколько кафе, ресторанчиков. Макашниц, магазины круглосуточные. 7-11, Family Mart. Есть два бара, где можно даже чуть-чуть подрыгаться и выпить что-то там покрепче смузи. И рядышком с Бангтау находится зона, которая называется Лагуна. А Лагуна, конечно, это невероятно живописное место. Это целый городок такого добротного элитного жилья. Со своим озером, с фонтанчиками, с полем для гольфа, с теннисными кортами, со своими ресторанами. Вся территория, вся зона Лагуны, она очень ухоженная и более современного уровня, чем в целом на Пхукете. Там много таунхаусов, вилл. И там здорово, что есть тротуар. Потому что, наверняка вы знаете, на Пхукете тротуаров нет. Там можно приятно, безопасно гулять по тротуару. И у нас буквально один с вами будет отель, который размещен в Лагуне. И дальше мы уже про сам Бангтау поговорим. Каис Сапхукет, отель категории 4 звезды. 13 тысяч квадратных метров он по площади. Здесь организован бесплатный трансфер на лодке до пляжа. То есть будет пересечение Лагуны с 8 утра до 12 дня и дальше с 13 и до 7 часов вечера. Также есть платные услуги, пожалуйста, с трансферой. Если хотите, можете добраться до Бангтау. И организован также платный трансфер на потом. Есть инфраструктура в шаговой доступности. Магазины, кафе, ресторанчики. В этом отеле исключительно сьюты. Минимальный номер – это спальня плюс гостиная. Номера оформлены ярко, номера, в общем-то, свеженькие и приятные. Для детей есть игровая площадка, горшки, детская секция в бассейне. Хороший вариант, собственно, для семейного отдыха. Можно с детками, можно без деток. И несколько отелей у нас будет на Бангтау. Бест Вестерн Премьер. Ой, простите, Бангтау Бич Гарден. Расположен отель в 700 метрах от пляжа. Это буквально 15 минут прогулки. До инфраструктуры тоже придется прогуляться 5-7 минут. Ремонт был в 2023 году. Территория очень зеленая. Вокруг отеля тишина, спокойствие. Номера приятные, с такими тайскими элементами, немножко подуставшими. Для детей только бассейна. Бассейн есть. Здесь два открытых бассейна для взрослых с морской водой. В целом вариант приличный, вполне имеет место быть. Одна из самых недорогих четверок на Бангтау. Бест Вестерн Премьер расположен, смотрите, прямо на берегу моря. Рядом ресторанчики, массажные салоны. Хорошая территория более 20 тысяч квадратных метров. Этот отель для такого отельно-пляжного отдыха плюс экскурсии. Номера с тайскими элементами. Неплохой выбор по категории номеров. Аккуратно, но все-таки возраст чувствуется. Анимация проводится, но оговорочка на усмотрение отеля. Хотим проводим, хотим не проводим. Для детишек. Игровая площадка, клуб, бассейн. И даже есть платные услуги для детей. Такие как рисунок песком, раскраска керамики. Бесплатные программы детские тоже интересные. Проводится детская йога, поделки из бумаги. Показывают бесплатные фильмы для детей. Ну, то есть хорошо развита здесь детская инфраструктура. Три бассейна на территории. Все чисто ухоженные, на мой взгляд, хороший вариант для семейного отдыха. В том числе с детками. Следующий отель это Хилтон Гарден. Простите, это отель новый. Он был построен в 2021 году. По территории это 9 тысяч квадратных метров. Классно, я обожаю новые отели. Компактный, стильный. Расположен в одном километре от зоны лагуны. В 55-10 минут прогулки до ресторанов. Смотрите, автобус на пляж и обратно. Курсирует в течение дня абсолютно бесплатно. Пешком до пляжа идти минут 10. Номера по площади небольшие. Есть приятные. Но обратите внимание, пожалуйста, есть категории номеров без балкона. Для детишек бассейн. Два взрослых бассейна с морской водой. Бесплатный тренажерный зал. Вообще современный отель, но не для отдыха, конечно, на территории отеля 24 на 7, так как он все-таки небольшой, но вариант классный. Санвинг Резорт Бангтао. Выбираем отель, если у вас туристы, безусловно, с детьми, как все остальные санвинги. По территории более 30 тысяч квадратных метров. Отель береговой. Рядом есть вся инфраструктура, кафешки, обменники и так далее. Номера неплохие, с тайскими элементами в оформлении. Есть номера с прямым выходом к бассейну. Анимация дневная и вечерняя. Согласитесь, это большая редкость в Таиланде. Для детишек игровая площадка, клуб, коляски, два бассейна. Есть грибок, водная горка для детей постарше. Собственно, всю необходимую инфраструктуру детскую вам могут предоставить прямо в номер. Обратите внимание на слайд. Я специально вставила такую фотографию. Четыре открытых бассейна. Проводится анимация легкая, в том числе для взрослых, такого спортивного наклона типа аэробика, акваэробика. Прекрасный вариант для семейного отдыха с детьми. И следующий наш пляж. Держитесь, осталось немного. Это пляж Найтон. Вот он у нас. Это уже, получается, северная часть Пхукета. Расстояние 10 километров. Здесь очень чистое море, бескрайний пляж. Даже в разгар сезона этот пляж не заполняется полностью. Смотрите, рядом с аэропортом 10 километров, но самолеты здесь вообще никак не нарушают вот эту вот отпускную пляжную идиллию. Их здесь вообще не видно и не слышно. Они садятся абсолютно в другом месте. Протяженность 1 километр, ширина 50-60 метров. Найтон является частью территории национального парка. Мы с вами о нем сегодня разговаривали. Вход в воду здесь постепенный. Во время отливов, правда, здесь придется до глубины прилично прогуляться. Инфраструктуры здесь немало, простите, немного. Поэтому, конечно, для активных туристов этот пляж не особо подойдет. Кафешки расположены в противоположной стороне, соответственно, от пляжа. В северной части есть несколько макашниц. Магазинов 7-11 на этом пляже нет, но по вечерам здесь работает небольшой рыночек тайской еды. И, кстати говоря, здесь есть кафе русской кухни. И у нас один отель здесь. Это на Этон-Бури очень популярная четверка с хорошей территорией, около 30 тысяч квадратных метров. Красивая территория, ухоженная, зеленая. И вот рядом с этим отелем удобно, что сосредоточена как раз-таки вся основная инфраструктура. Кафе, магазинчики, макашницы. Номера простые. Есть выбор по категориям номеров. Отличное расположение через дорогу от пляжа. Для детей есть площадка и бассейн. Бассейн здесь с песочком, очень мило. Вообще на территории два бассейна. Возможно, аренда велосипедов. Очень достойный отель, симпатичный. С тайскими элементами в оформлении. Все очень тихо. С малышами здесь очень хорошо. Но, в принципе, можно сюда отправиться и без детей, потому что вообще такая атмосфера спокойствия царит. А это недорогая четверка по цене. Для таких туристов, у которых не сильно большой бюджет, но которые при этом ищут комфорт, спокойствие, да, и чтобы пляж был рядом. Следующий наш пляж, еще один северный пляж, это пляж Наянг. Смотрите, что касается этого пляжа. Это пляж очень красивый. Здесь мелкий песочек и почти 3 километра береговой линии. Никаких волн, сильных течений. Ибо здесь не подстерегает. Один километр до живописного рифа. Поэтому хорошие пловцы смело могут туда самостоятельно доплыть. И там кипит морская жизнь. Относится Наянг к национальному заповеднику. Здесь запрещены какие-то водные развлечения. Но это и хорошо. Здесь всегда чистая вода. А купание здесь абсолютно безопасно. Три раза в неделю в окрестностях пляжа Наянг работает рынок. Обязательно, если будете на Наянге, посещайте этот национальный парк Сиренад, про который мы с вами уже сегодня говорили. На мой взгляд, Наянг один из самых безопасных пляжей в западной части Пхукета. Здесь можно не опасаться подводных течений. Здесь очень комфортно отдыхать с детьми. Отель Дево Пхукет. Отель категории 5 звезд. Ну, где-то 5, где-то 4. Раньше четверка и был превратился в пятерку. Демократичная 5 звезд и очень классная четверка. Вот так бы я оценила уровень этого отеля. Буквально несколько шагов от пляжа. Реально буквально минута прогулки. Приливы и отливы крайне незначительные. Здесь есть рядом несколько кафешек. Есть макашницы. Хорошая, не маленькая зеленая территория у отеля. Приличные номера, симпатичные. У них, кстати говоря, есть виллы. И виллы в Деве не супер дорогие. Поэтому, если хотят виллу, а денег не 2 миллиона, то можно вот на Деву обратить взор. Для детей есть клуб, есть бассейн, есть спа. Классный отель. На территории царит такая атмосфера спокойствия, уединения. На чудесном пляже. Смело продаем. Отель более бюджетный. Но тоже, на мой взгляд, за свою цену достойный вариант. Это на Янг Бич. Я ему тоже вполне себе симпатизирую. У него тоже хорошая зеленая территория. 25 тысяч квадратных метров. Территория красивая зеленая. Кафешки, магазинчики, пожалуйста, в пешей доступности. Там, кстати, рядом еще аптека, массажный салон. Отель практически на берегу, через 50 метров от моря через дорогу. Номерочки приличные. Все чисто, аккуратно, немножко подуставшие. Для детишек бассейн. На территории несколько бассейнов. Для такого спокойного, уединенного отдыха. Для своих денег вариант прекрасный. Здесь, кстати, тренажерки нет. И пляж Майкао. Обратите внимание. А вот здесь у нас что находится? Аэропорт. Итак. Ну, здесь вы все поймете. Вот, если хотите сделать такие фотографии, отправляйтесь на пляж Майкао. Но на самом деле протяженность пляжа 11 километров. Очень внушительно. Это самый большой пляж, собственно, на Пхукете. Но, кстати говоря, не пользуются суперпопулярностью у туристов. Потому что здесь инфраструктуры очень даже немного. Песочек здесь мелкий. И ширина пляжа 20-25 метров. И, кстати говоря, чем дальше отель будет от аэропорта находиться, тем будет на территории более спокойно. Но на Майкао практически всегда волны. Имейте это, пожалуйста, в виду. И зимой, и летом. Когда-то чуть больше волна, когда-то чуть меньше волна. Но для чего едут на Майкао? Конечно, прежде всего ради вот этих вот удивительных фотографий. Сплэш Бич Резорт. Отель категории 5 звезд. С большой территорией. На территории этого отеля, собственно, расположен аквапарк. Здесь масса мезли прогулок. По территории курсируют баги. Хороший достаточно пляж. Недалеко здесь. Самолеты, кстати говоря, в этой зоне. Они приземляются и взлетают. Имейте в виду, вот вполне себе. Неподалеку от пляжа этого отеля можно сделать эти бомбические фотки. Это единственный отель на Пхукете с аквапарком. Здесь хороший выбор по категориям номеров. Номера неплохие. Они не первой свежести. Для детей есть игровая площадка, крытая есть бассейн. Рядом несколько кафешек, обменник для гостей, которые проживают в отеле один раз в день. Каждый день посещение аквапарка, пожалуйста, бесплатно входит в стоимость. Согласитесь, для отдыха с детьми это вполне удобно. Есть тренажерный зал, несколько бассейнов. Но есть у Splash Beach одно большое, но он староват, и это видно. Следующий отель это Avani Maikau. Avani Plus. Смотрите. Это обособленный отель на территории отеля, которая называется Анантара. То есть гости Avani Plus могут пользоваться инфраструктурой отеля Анантара. Расстояние до моря 300 метров. По звонку, пожалуйста, вас отвезут на баги. Вообще здесь сервис рулит. Построен эта зона была построена в 2021 году. Это очень круто. Территория Avani Plus более 30 тысяч квадратных метров. Рядом с отелем есть несколько кафешек. В этом отеле только сьюты, только виллы. Очень прикольные номера с тайскими элементами. Сьюты от 94 метров, а виллы от 200 квадратных метров. То есть очень внушительно. Есть бассейн. Для детей только игровая площадка. Укрытая и открытая. Тихий, красивый, ухоженный район. Рядом кафешечки, рядом ресторанчики. Но так как здесь сосредоточено несколько дорогих отелей, цены здесь выше, чем в других местах пляжа Maikau. Для спокойного, уединенного отдыха в целом можно с детками. Мне очень нравится этот отель. Все, держитесь. Последний рывок. Панва, два отеля. Все. Так, вот он у нас. Мы с Панва. Спустились на юг. Это получается у нас юго-восточная часть острова. Около 50 километров от аэропорта. Это достаточно удаленный район, как вы видите, от остальных частей. И здесь много интересных, симпатичных и недешевых отелей. Вообще, Панва – это про спокойный отдых. И туристы, которые отдыхают в других частях Пхукета, на самом деле до Панвы крайне редко добираются. Море здесь чистое. Купаться здесь можно, внимание, в любое время года. Даже летом здесь не бывает волн. Тишина, покой на пляже. Даже в самый пик сезона. Но имейте в виду, если вы активный турист, если вы не планируете арендовать мотобайк, передвигаться по острову с пляжа Панвы, для вас будет как минимум не очень дешево. И здесь у нас два отеля – Кейп Панва и оба пятерки. Кейп Панва – отель не новый, 87-го года. Этот отель береговой. Здесь хорошее море, но здесь есть зависимость от приливов от отливов. То есть тут прям график на ресепшн можно смотреть. Обширная зеленая территория. Все очень ярко, красочно, стильно. Территория отеля прям, правда, крутая. Рядом есть несколько кафешек. Здесь хороший выбор по категориям номеров, но номера здесь не новые, и это видно. Для детей игровая площадка – бассейн. На территории два бассейна. Отель очень чистый, ухоженный, с яркими вот этими элементами, с интересными локациями на территории. Но он староват, и это видно. Почему я озвучиваю эти, может быть, где-то неприятные моменты? Потому что для многих туристов это действительно важно. Пляж здесь хороший, море хорошее. Отдых спокойный, больше такой а-ля отельный, плюс выезд на экскурсии. My Beach Resort. My Beach Resort. Смотрите, береговой отель классный, мне тоже очень нравится. Он свежий 2017 года, но здесь море зависит от отливов, от приливов. А в целом пляж здесь великолепный. Есть кафе, есть маркет в 10 минутах прогулки. Расположен он на таком напологом склоне холма, береговой, свеженький, не слишком большой по территории. Я бы даже сказала, больше компактный. Здесь приятные современные номера. Есть номера с прямым выходом в бассейн. Вообще хороший выбор по категориям номеров. Номера здесь прям классные, нравится мне. Для детишек есть игровая площадка еще, плюс игровая площадка здесь есть на пляже, бассейн. Для взрослых есть Infinity Bассейн. Здесь очень клиента ориентированный сервис. И в целом здесь прям такая тишина и покой на территории для уединенного отдыха. Мы с вами сегодня провели мощную работу. Я надеюсь, вы успели что-то конспектировать. Буквально еще минуточку вашего свободного времени или несвободного я отвлеку. Я хочу напомнить, что помимо отелей 3, 4 и 5 звезд, у нас также работает на Пхукете концепция Pegas Select. Я не буду подробно сегодня об этой концепции разговаривать. И мы не затрагивали отели из концепции Pegas Select. Эта концепция, она аналогична нашей селектовской концепции в Турции. Да, можете заскринить себе, можете сфоткать. Здесь, в принципе, все вот эти вот фишки, плюшки, концепции на данном слайде здесь у нас указаны. Мы проведем с вами по селекту отдельный вебинар, по островным отелям проведем вебинар, по кулаку обязательно проведем вебинар, по комби-турам, да, проживание на Пхукете плюс на островах мы тоже с вами проведем. И еще я, здесь вы, кстати говоря, можете видеть отели, которые входят в концепцию. Это самые лучшие, ну и, конечно, самые дорогие отели острова, самые любимые мною. И еще есть концепция Pegas Comfort. Pegas Comfort здесь заключается идея в том, что отели, которые вот отмечены пиктограммой S, они предполагают трансфер с заездом максимум в три отеля. Имейте в виду, сегодня мы про эти отели говорили. Слайд с отелями Select я вернула. Скриньте, фоткайте. Действуйте быстро. Потому что сейчас я вам покажу слайд с отелями Comfort. Немножко у нас, конечно, с вами скомканное окончание получилось, но более двух часов я понимаю, что вы уже, наверное, устали. Про некоторые из этих отелей мы с вами говорили. Парадокс, Хилтон, Аванике, Панва, Сиена. Кроме Crown Plaza мы с вами сегодня, в общем-то, обо всех отелях, входящих в концепцию комфорт, поговорили. Уважаемые коллеги, я вас благодарю за внимание. Извините, что сегодня так долго, но на самом деле информации, объем информации был очень и очень большой. Надеюсь, вам полезно будет в работе. Ждем ваших заявок на Пхукет, на другие направления. Желаю вам хороших выходных. Спасибо большое за внимание. И до новых встреч на Кулаке и на Селекте. Спасибо вам большое за теплые слова. Мне правда очень-очень приятно. Ну и все, я отключаюсь. Хорошего дня. Продолжение следует...